Анатолий Марингов Мой век, мои друзья и подруги Издательство «Вагриус», Москва, 2000 год Читает Игорь Мурашко Который час опомент? Час быть честным Шекспир Говорят, дух, буква В этих тетрадях все верно в духе Я бы даже сказал все точно А в букве, разумеется, нет Какой бы дьявольской памятью человек не обладал Он не может буквально запомнить фразы и слова, порой сказанные полстолетия тому назад Но суть, смысл, содержание, диалогов сохранились в неприкосновенности Такова человеческая память В этом наше счастье, а иногда беда Родители одевают меня самым оскорбительным образом Я хожу не в штанах, как положено мужчине, а в платьицах, голубеньких и розовых Волосы длинные, ниже плеч Мне четыре года или что-то около этого Живем мы на Большой Покровке, главной улице Нижнего Новгорода Сейчас она, вероятно, называется по-другому Да и Нижний давно не Нижний Новгород, а Горький Как-то не довелось мне побывать в нем Жалею ли? Да не знаю Как будто нет Мой город дорог мне, мил и люб таким Какой был при разлуке почти полвека назад Высокотравные берега Мягкий деревянный мост через Волгу Булыжные съезды Окаемленные по весне и в осень пенистыми ручьями Город не высокорослый, не шумный С лихачами на дутых шинах и маленькими веселыми трамвайчиками Вторыми в России Они побежали по городу из-за всероссийской выставки Выставка в Нижнем Трамвай, приезд царя Губернатор Буранова, скакавший на белом жеребце Высоких арабских кровей Губернатор сидел в своем английском седле наоборот То есть лицом к лоснящемуся лошадиному крупу Почему так, спросите вы? Да потому что скакал губернатор впереди императорской коляски Не мог же он сидеть спиной к помазаннику божию Вспоминая в своем кругу исторически для Нижнего Новгорода год Мама всегда говорила В 1897-м и наш Толя родился В ночь под Ивана Купала Когда цветет папоротник и открываются клады Для нее, конечно, из всех знаменательных событий того года Мое появление на свет было наиболее знаменательным Нижний длинный забор мышиного цвета Керосиновые фонари Караваны ассоциализационных бочек И многотоварная, жадная до денег Разгульная всероссийская ярмарка Монастыри, дворцы именитого купечества Тюрьма посередине города А через реку многотысячные сормовские заводы Уже тогда бывшие красными Трезвонящие церкви, часовинки С чудотворными иконами в рубиновых ожерельях И дрожащие огоньки нищих копеечных свечек Озаряющие сыровые лики чудотворцев Писанных по дереву кипарис А через дом пьяные монопольки Под зелеными вывесками Чего больше? Ох, монополик! Пусть уж такими останется В памяти мой родной город Мой Нижний Пусть Не хочется мне видеть Озарных друзей и звонких подруг Моего отрочества Я ведь помню их в юпочках До колена и с бантиками в пышных косах Зачем же им, этим моим первым, вторым, третьим и четвертым Любовьям толстеть, сидеть, морщиниться и ковылять? А они теперь, разумеется, ковыляют А некоторые, пожалуй, и отковыляли Жизнь! Итак, мы живем на большой покровке Неподалеку от колончи Выкидывающей красный шар Когда пожар в ее части Сын дворника, шестилетний Митя Лопушок Полный день гоняет по тротуару Железный обруч От развалившейся бочки Как только я появляюсь на парадном крыльце Мама или няня выводит меня за ручку Он кричит на всю улицу, как зарезанный «Девчонка! Девчонка!» И проносится мимо дребезжащим вихрем А у меня по носу текут слезы Никому на свете я так не завидовал, как Мити Его залатанные брючки из чертовой кожи Его громадные рыжие штиблеты Унаследованные от старшего брата Его волосы, подстриженные в кружок Как у нашего полотера Все это было пределом моих мечтаний «Девчонка! Девчонка!» Вяжет Митя и чуть не переизвезывает пополам Своим железным обручем нашего мопса Неронку Который кряхтя несет в зубах мой деревянный пистолет С длинным черным дулом, заткнутым пробкой «Девчонка! Девчонка!» «Какой башибузук!» Незлобно ворчит няня вслед Мити Я креплюсь, сжимаю губы Смотрю в небо и делаю вид Что ужасное слово «девчонка» Не имеет ко мне никакого отношения «Ой, если бы знала мама, как я глубоко переживаю!» «Нет, лопуха!» — говорю я себе «Ты врешь!» «Я мальчик, мальчик, мальчик!» И раз десять подряд повторял я это гордое слово Прекрасный пол обычно жалуется на свою природу Сколько хороших женщин не раз говорило мне «Ах, как бы я хотела быть мужчиной!» Но, право, еще никогда я не слышал от мучеников Бреющихся через день Тогда ведь еще не существовала электрическая бритва Никогда не слышал, черт возьми, почему я не женщина А меня, видите ли, наряжали в розовые и голубые платьица За что? Няня у меня старуха Толстая, круглая, большая Впрочем, в те годы казались мне большими И наш двухэтажный дом с мезонином И тощий сад В два десятка деревьев Няня была словно сделана из шаров Маленького в черной кружевной наколке Внушительного с гранатовой брошкой на груди И очень внушительного стоящего На чем-то воткнутом в меховые полусапоги Эти три шара покачиваются один на другом Как это бывает в цирке у жонглеров Старуха пахнет ладаном И вся шуршит коричневым плисом Она — это покой, уют, тишина Взяли ее в дом за несколько недель До моего появления на белый свет Несколько хуже обстояло дело С акушеркой Еленой Борисовной Которая меня принимала Ее прямо от нас увезли в сумасшедший дом Об этом многие годы с ужасом Вспоминали мама, бабушка И все родственники Во время Великого поста Мы с няней причащались По нескольку раз в день Церквей в Нижнем Новгороде Как сказано, было в досталь И мы поспевали в одну, другую, третью В каждой съедали кусочек проспоры Это тело Христова И выпивали ложечку терпкого красного вина Оно считается его кровью Да еще теплоту Опять же венцо Ах, как это вкусно И оба, старуха и ребенок Позвращались домой на веселе Родители, само собой, ничего об этом не знали Это была наша сокровенная тайна Человек в четыре года очень скрытен И очень нерасчетлив Только наивные взрослые Все бы балтывают во вред себе Я играю в мячик Как сейчас его вижу Половинка красная Половинка синяя И по ней тонкие желтые полоски Няня сидит на большом турецком диване И что-то вяжет, шевеля губами Очевидно, считает петли Мячик ударяется в стену Отскакивает и закатывается под диван Я дергаю няню за юбку Мячик под диваном, достань Она гладит меня по голове своей мягкой ладонью Достань, Толечка, сам У тебя спинка молоденькая, гибкая Нет, ты достань Она еще и еще гладит меня по голове И опять что-то говорит про молоденькую спинку Но я упрямо твержу свое Нет, ты достань Ты, ты Няня справедливо считает, что меня надо перевоспитать Я уже не слышу и не понимаю ее слов А только с ненавистью гляжу на блестящие спицы Мелькающие в мягких руках Достань, достань, достань Я начинаю реветь Дико реветь Делаюсь красным, как бочка пожарных Валюсь на ковер Дрыгаю ногами и заламываю руки Обливаясь злыми слезами Из соседней комнаты Убегает испуганная мама Толенька, Толенька Да, Люна, голубчик, что с тобой? Что с тобой, миленький? Убери Убери от меня ту старуху Ленивую, противную старуху Воплю я И захлебываясь своим истошным криком Мама берет меня на руки И прижимает к груди Ну, успокойся, мой миленький Ну, успокойся, мой маленький Выгони, выгони ее вон Выгони Толечка, неужели у тебя такое неблагодарное сердце? Все теперь знаю Ты любишь эту старую ведьму Больше своего сына А простаки считают Четырехлетних детей ангелочками Толечка, родной, миленький Мама уговаривает меня Убеждает Пытается подкупить Шоколадной конфеткой Грушей, дюшес И еще чем-то Самым любимым на свете Но все это я отшвыриваю Выбивая из ее руки Упрямо продолжаю поддерживать Свои отвратительные Выгони Самыми горючими слезами Они льются из глаз Как кипяток Из открытого самоварного крана Слезы О, это мощное оружие Оружие детей и женщин Она испытана поколениями В бесчисленных домашних боях Больших и малых Выгони Выгони И что же Мою старую няню Этот уют и покой дома Рассчитывают Увольняют за то Что она Не полезла под диван Чтобы достать мячик Для противного избалованного мальчишки Шутка ли Единственный сынок Прощаясь с ней Папа говорит Спасибо вам Няня За все Простите нас И поцеловав ее Дает наградные Три золотые Десятирублевки Вероятно Многие считают Что угрызение совести Это не больше Чем литературное выражение Достаточно устаревшее В наши трезвые дни Нет Я с этим не могу Согласиться Вот уже более полувека Меня угрызает Совесть За ту гнусную историю С мячиком Закатившимся Под турецкий диван Мама Провожает Старушку До извозчика Вытирая Кружевным платочком Покрасневшие глаза И кончик Нежного носа Тоже Покрасневший Она говорит С грустью Ах, моя голубушка Ты уже ничего Не поделаешь тут Ведь Толечку Принимала Сумасшедшая Акушерка Утро Мама Расчесывает Белым гребешком Мои длинные волосы В этом случае Все матери На земном шаре Говорят Одно и то же Как шелк Как шелк Чистый шелк Потом мама Берет мою левую руку И кладет ее На золотистый валик Турецкого дивана Рядом со своей Тонкой рукой С длинными пальцами И ногтями Как розовые Миндалинки Смотри, Толя Как твои пальчики Похожи на мои И ноготки Такие же Только у тебя Малюсенькие И целует Каждый ноготок В отдельности Ты, наверное, Будешь знаменитым Пианистом А у меня Ни слуха Ни духа Руки Глаза Носы Подбородки Губы Тонкие Как ниточка И толстые Как сардельки Все это Врет Обманывает Право не меньше Чем наш Каверзный язык Сколько я видел Совершеннейших Растяб с орлиными носами Безвольных мужчин С выдвинутыми Подбородками И очень злых людей С добродушными Носами Картошкой Нет, бурчу я Нет, я буду Знаменитым Шарманщиком С попугаем Я шарманки люблю Мама это Огорчает Потом она говорит Все остальное У тебя папина И такой же Высокий будешь А папиной Бороды У меня нет Мама смеется Почему? Разве я сказал Что-нибудь глупое? Обиженно морщу Лоб И гордо Заявляю Я знаю Из чего Папа делается Она испуганно На меня смотрит Знаю Папа делается Из мальчиков Мама облегченно вздыхает Этот наш разговор Получил Нижегородскую славу Ровно через 10 лет Меня спрашивал Вице-губернатор Бирюков С сыном Которого я сидел На одной партии В Нижегородском Дворянском институте Скажи-ка мне, Толя Из чего папы делаются? Нашу повариху Звали Катей Говоря своими Сегодняшними словами Она была Пышно-щекая Дородная Чернобровая Черноглазая В ушах болтались Цыганские серьги Серебряными колесиками Величиной С блюдце Для варенья Ух и Пересолила же Катенька Суп Несердито Говорил папа Или Ух И пережарила Катенька Ростбиф Он любил Ростбифы И бифштексы С кровью Нынче Боря Воскресенье Всякий раз Улыбкой Отвечала мама Ах да Катеньке С утра Солдат Пришел Новый Нет Владимир Очень симпатичный Я уже знал Трехкатиных Солдат Все они Внушали мне Уважение Так как На мой глаз Были большими Пожилыми Сильными Воинственными Мужчинами Стреляющими Из пушек По врагам Головы Круглые Стриженные Под машинку Сапоги Тяжелые Серые Шинели Пахли Псиной И только Значительно Позже Я понял Что они Эти Катины Солдаты Были Не пожилыми И даже Еще не Мужчинами Совсем Еще дети Сказал бы Я Сейчас Им было По 21 Году Бежит Бежит Время Я давно Хожу Не в голубых И розовых Платьицах А в коротких Выше колен Штанишках Не очень-то Я с ними В дружбе И еще бы Мечтаю О брюках О суконых Мужских Брюках И они Уже Не за горами Оказывается Все в жизни Не за горами И юность И зрелость А за ней Черт побери И старость Я бы сказал Не столь уж Мудрая Как брюжащая И самовлюбленная Бог его знает Кто прав Юноши Считающие Стариков Романтическими Глупцами Или Спесивые Старики Убежденные Что юноши Пусто И скучно В их Расчетливых Головах На вступительные Экзамены В дворянский Институт Императора Александра Второго Меня привела Мария Федоровна Трифонова Начальница Того детского Пансиона Где я начал Своим Мученическое Восхождение По проклятой Тропе наук Добрые половины Которых Оказалась Мне в жизни Совершенно Ненужной К примеру Алгебра Геометрия Тригонометрия А вот за то Что меня Шестилетнего Заставили Извызубрить Таблицу Умножения Я По сегодняшний День Благодарен Такую Она Беспрерывную И верную Службу Служит Перед Институтскими Экзаменами Мы страшно Волнуемся Экзаменуют В актовом Зале Я еще Никогда Не видел Такого Паркета В нем Отражаешься Как в зеркальных Витринах На большой Покровке А скользкий Он Как лед На чернопрудском Катке Я уже Два раза Шлепнулся Сегодня Экзамен По диктанту Мария Федоровна Шепчет Мне То ли Осять На парту У окна Выходящего В коридор Хорошо Мария Федоровна Неужели Она собирается Мне подсказывать Кто Самоначальница Пансиона Важная Дама С лорнетом Волосами Белыми Как салфетка Суровая Как солдат На часах У губернаторского Дворца Она будет Подсказывать Мне Как Алеша Гриневич Которого Она сама Ставила За это В угол Носом Невероятно А если Ее И поставят В угол Носом Вон Этот Грозный Старик В синем Сиртуке С золотыми Пуговицами Директор Костырско-Стоцкий Все Институции Как я узнал Вскоре Называли его Касторка С клеткой Я пишу Диктант Сердце Ледяная Сосулька А в голове Чад Как на Кухоньке У Мити Лопушка Где всякий день Жарили на конопляном масле Привкусные Оладьи Мы с Митей Частенько Менялись Он мне давал Две Оладьи А я ему Бутерброд С ветчиной И бутерброд С швейцарским Сыром Которыми мне Полагалось Завтракать В пансионе Лысый Педагог Коварный Человек С невнятно Скрипучим Голосом Нарочно Диктует Так Чтобы я Сдел Как можно Больше Ошибок Птичка Божия Не знает Ни заботы Ни труда Где писать Не А где Ни И как писать Птичку С мягким Знаком Или без мягкого Вся надежда На Марию Федоровну В ней Мое спасение Но в окном Зале Все нижние Стекла Молочные Непроницаемые А Мария Федоровна Все-таки Не великан Даже на своих Французских Каблуках Может быть Она догадается И встанет На цыпочки Чтобы увидеть Какой кошмар Творится В моей Тетради И вдруг Ее спасительный Лорнет Сверкнул Над молочным Стеклом Ледяная Сосулька В моей Груди Постепенно Оттаивает Но Что это? Глаза Марии Федоровны От ужаса Вылезают Из орбит Над молочным Стеклом Появляется Ее рука В черной Кружевной Минетке Сухонький Палец Рассерянно Подает мне Какие-то Непонятные Сигналы И знаки И всего Этого Ясно Одно Я сделал Ошибку Где Какую Перечитываю Вон Она Вот Я написал Птичку Без мягкого Знака Радостно Исправляя Птичка И победоносно Смотрю На Марью Федоровну Поднявшуюся На цыпочки А она С искаженным От ужаса Лицом В отчаянии Хватается За голову И стремительно Отходит От окна Дура Старая дура Ругаюсь я Даже Подсказать Как следует Не умеет Ее авторитет Безнадежно Падает В моих глазах А еще Начальница Пансиона За диктант Я получил Тройку Но меня Все-таки Приняли Так как Все остальные Предметы Сдал на пять И так Я Институтиц С осени Уже буду Расхаживать В черных Суконных Брюках И в длиннополом Мундире С красным Воротником Как у Предводителя Дворянства Умирает Мама Тяжело Мучительно Умирает Нет Это Гипсовое Лицо Не лицо Моей мамы Эти Глаза Запавшие Мутные Скорбные Не ее Глаза Эти Гремые Придевшие Влажные Волосы Утерявшие Своизумительный Блеск Не ее Нас Детей Двое Сестра Еще Совсем Маленькая Она Играет В куклы Ничего Не Понимая Наша Детская Комната Отделена От спальни Родителей Просторной Столовой И папиным Кабинетом В старом Доме Толстые Стены И все-таки Зловещие Звуки Несущиеся Из спальни Бьют По голове Бьют 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 Зарываясь Под одеяло Прислушиваясь Холодные Мурашки Пробегают По телу Холодные Слезы Скатываются По щекам Я знаю Это икает Мама Так начался Тот день Солнечный Весенний День Мама Икает Икает Час Два Три Шаги По коридору Отворяется Дверь Ходит Папа Идем Толя Он берет Меня за руку Мама Хочет Тебе Видеть Вытри Слезы И будь Мужчиной И вот мы Около Ее Кровать В изголовье Сидит Доктор Я смотрю С какой-то Неиссякаемой Злобой На его Черный Сюртук На сверкающие Белые Манжеты С тяжелыми Золотыми Запонками Руки Пухлые Выхоленные Черная Борода Пахнет Духами Тщательно Расчесана А лицо Как из Сливочного Масла Важное Серьезное Горестное Словно Играет В театре А вот Вылечить Маму Не можешь Ох И убил Бы Убил Бы Мама Гладит Меня По голове Когда На минуту Прекращается Зловещая Икота Она Говорит Очень Тихо Что Же Будет Что Будет Со Всеми Вами Без Меня И Плачет И Поднимает На отца Свои Бесконечно Усталые Глаза Боря Запомни Пожалуйста И начинает Объяснять Что Где Лежит Борина Толина Сестренки Мама Умерла В 9 часов Вечера У нее Был Рак Желудка О Как Я Ругал Бога Какими Ужасными Словами Ведь С 3 лет Ежевечерний На сон Грядущий Я горячо Молился Ему Господи Сделай Пожалуйста Так Чтобы Мама Папа Сестренка Я И Собачка Нерожка Умерли В один И тот же Рождественские Каникулы Началось Второе Полугодие Мы Решили Издавать Журнал Мы Это Задумчивый Нежный Красавчик Сережа Бирюков Барон Жоржик Жамини По прозвищу Япошка И я Жоржик Маленький Самый Маленький В классе Желтый Как Гоголь Моголь И в очках Зубки Всегда Скалены В него Больше Всех Двоек Дерзостей И проделок Поэтому Он чаще Других Сидит В карцере Мой Отец Говорил Он похож На заводную Игрушку Завод Который Никогда Не Кончается Будущему Журналу Даем Название Сфинкс Почему В том Единственном Номере Который Нам удалось Выпустить Ничего Загадочного Не было Сережа Бирюков Сочинил Рассказ О собаке Разумеется Она была Гораздо умней Добрей Порядочней Человек Так уж Принято Писать О собаках Что в сравнении С ними Наш брат Довольно Противное Животное Епошка Нарисовал Ядовитые Карикатуры На директора Косторку Склёцкой Сидящего Столовой Ложки Малыш В институтском Мундире Глядел С омерзением На это Лекарство Подпись Фу Не хочу Вторая Карикатура Была На классного Назирателя Стрижа Он порхал В нашем саду И пачкал На головы Веселящихся Институтцев Ну а я Напечатал В Сфинксе Стихотворение Помню только Две первые Строчки Волны Пениясь Отбегали И журчали Вдалеке Журнал Приняли В классе Бурно Он переходил Из рук в руки Читался Вслух Обсуждался Рассказ Про собаку И лихие Карикатуры Оказались В глазах Институтцев Как ни странно Не бог весть Чем Этому все Поверили Но сочинить Стихотворение В правильном Метре Да еще С настоящими Рифмами Э Надувательство И весь Класс Стал Надо мной Издеваться Поэт Ха Поэт Пушкин Больше всех Приставал Борька Розинг Прилизанный Пшутик С пробритым Средним Пробором Ну Анатолий Признавайся Как на духу Стихот Стихот Свой Из какого Календаря Сдул Я не Выдержал И дал Ему В морду Удар Удар Удался Из носа Хлынула Кровь На Выутяженный Мундирчик Борька Борька Зажав Ноздри В кулак С ревом Побежал Жаловаться К стрижу Тот Доложил К осторке С клеткой В карцер Его На четыре Часа Этого Пушкина Не поднимая Голоса Презрительно Сказал Директор Так Началась Моя Поэтическая Деятельность И мои Литературные Страдания Сейчас Мне за Шестьдесят Но Они еще Не окончились Я Влюблен В Лидочку Арнатскую Каждая Самая Обыкновенная Первая Любовь Необыкновенна Лидочка Очень Тоненькая Девочка Довольно Долго Мне Нравились Мне Исключительно Очень Тоненькие А когда Повзрослел Отлично Понял Что и в Полненьких Немало Своей Прелести У Лидочки Темные Волосы Пухлые Розовые Губки И Круглые Серебряные Глаза Похожие На Новенькие Полтинники Когда она Улыбается Мне кажется Что улыбается Весь Нижний Новгород Окружающий Меня А когда Ее Полтинники Тускнеют Я уверен Что Нижний Новгород Переживает Великую Драму Мы С Лидочкой Вместе Ходили В театр Самой Любимой Нашей Пьесой Был Гамлет Стоило Только Потускнеть Лидочкиным Глазам Неизвестно По какой Причине Получила Лена Двойку По арифметике Или поссорилась С подругой За ленточки В косе Я уже Сравниваю Ее Судьбу Судьбой Безумной Афелии Утопившейся В холодной Воде А свою Трагическую Участь С участью Датского Принца Предательски Заколотого Отравленной Рапирой А Жоржака Жамини Вернее Не его Самого А только Его круглую Неугомонную Голову Похожую На летающий Шарик Бильбоке Я представлял Себе В виде Черепа Придворного Шута Бедного Йорика И у меня Сейчас же Вставал Перед глазами Актер Орлов Чужбинин Любимец Нижегородской Публики Вот он Стоит В черном Плаще Перед Открытой Могилой И Вархатным Голосом Говорит Отполированному Черепу С черными Впадинами Глазниц Ну А теперь Отправляйся В спальню В какой-нибудь Цветущей Красавице И скажи Ей Что если Она даже Положит Себе на лицо Румян Толщиной В палец То все Равно Довольно Скоро Будет Похоже На тебя После чего Любимец Нижегородской Публики Левой рукой Довольно Высоко Подбрасывал Этот трагический Костяной Мячик И почти С балетной Граци Ловил Его Правой Рукой Зал Конечно Гремел Аплодисментами Слова Гамлета Запомнились Мне на всю Жизнь Я даже Купил себе Костяной Череп С черными Впадинами Глазниц Он стоял У меня На письменном Столе После Спектакля Я провожал Лидочку Домой На лихаче Это Случалось Не часто Из Москвы От тети Нины Два раза В год Я получал По сто Рублей Это Являлось Королевским Подарком Если принять Во внимание Что тетя Нина Была Не черноземная Помещица А только Классная Дама В женском Екатерининском Институте И жила На жалование Более Чем Скромное У нас В доме Про эту Катеньку Тети Нины На Старублевке Был портрет Екатерины Второй Шутливо Поговорили Обнимая Ее Могильщик Могильщик Потому что Могильщик Могильщик Ты был Ты был Ты был Тогда Не слишком Умен Лидочка Оказалась Права Со своим Датским Принцем Какой же Он у Шекспира Тридцатилетний Вздор Мальчишка Он у Шекспира Юноша А сделал Его Тридцатилетним Первый В Англии Исполнитель Гамлета Ричард Бербэтж Главный актер Театра Глобус Не молод Не высок Усатый Бородатый Он являлся И хозяином Глобуса Играл Бербэтж И старик Лира И Ричарда Третьего Генерала Отелла Получив От Шекспира Трагедию Мести Гамлет Принц Датский И оценив По достоинству Роль Мстителя Бербэтж Немало Не смутясь Подработал Заманчивую роль Под себя Подмял Как сказали Бы нынче А почему бы Этого и не сделать Актеру Великому Не только В своих глазах Но и в глазах Англии Кто был такой В то время По сравнению С ним С великим Ричардом Бербэтжем Какой-то Драмописец Мистер Шекспир Литературная Безымянная Мелочь Вот Бербэтж Со спокойной Совестью И вставляет В роль Гертруда И могильщика Несколько Строк Вероятно Собственного Сочинения Право Семнадцатый Век Не слишком Далеко Ушел От нашего Тогда Тоже Портили Пьесы Кто Актеры Заказчики Королева Вельможи Теперь Их портят Редакторы Завлитые Режиссеры Только В этом И различие Мы С Лидочка Виделись Два раза В неделю В субботу На катке И в воскресенье В театре Или на концерте Но Константин Иванович Я буду Не до середины Апреля А вечно У меня Соперник Это Вихрастый Гимназист Вася Косоворотов Сын Сторожа Из Вдовьего Дома Если Бо Я мог Оценить Относительно Спокойно Наши Взаимные Шансы На победу То Вероятно Мое Отроческое Сердце Не отбивало Бо В груди Трагическую Барабанную Дробь Смотрю И смотрю На себя В зеркало Да У меня Римский Нос Абсолютно Древнеримский Тонкие Иронические Губы Благородно Удлиненный Профиль Как Вычеканенный На античной Монете Отец Коллекционировал Их Интересное Лицо Я никогда Не был Повинен В чрезмерной Скромности А Васька Он же Типичный Губошлеп Что-то Безнадежно Курносое Да еще В коричневых Веснушках Даже Зимой А что Будет Летом Но в ревности Такие же Громадные Глаза Как у Страха И я Говорю Себе То что Я Красивей Это Неоспоримо Но в его Проклятой Физии Есть Какая-то Чертовская Милота Он похож На Митю Лопушка Героя Моего Детства Пропади Пропадом Васькина Круглая Морда Вместе Со своей Улыбочкой Душа На Распашку И стучит Ревнивое Сердце Утром Днем Вечером Однако Сплю Как Убитый Четырнадцать Лет А главное Он замечательно Катается На коньках Этот Чертов Сын Васька Выкручивает На льду Какие-то Невероятные Кренделя Даже Танцует Вальс Бастон Леший С ним Пусть бы Танцевал На своих Дряных Снегурочках Хоть танец Самого Дьявола И раскроил О лед Свою Башку Но Ужас В том Что Васька Всей этой Конькомбежной Премудрости Обучает Лидочку Мою Лидочку Ой А теперь Они танцуют Польку Бабочку Я конечно Презрительно Смотрю на них Прищуренными Глазами И улыбаюсь Печоринской Улыбкой Но Коварная Девица В крохотной Горностаевой Шапочке Раскрасневшаяся Сияющая Сверкающая Серебряными Глазами Не обращает На мою Печоринскую Улыбку Ни малейшего Внимание Оказывается Она дура Пустышка Круглый Ноль А я То Ее На гамлет Овожу Нашел Кого Пустышку Который Бы только Крутиться На льду В каких-то Кретинских Танцах И я Витриха Шиллера И вот Рискуя И вот Рискуя Всякий раз Кубарем Скатывается По снежной Крутой Стене Раз Два И на льду И уже Выписывает Свои Замысловатые Кренделя На Допотопных Снегурочках В одну Прекрасную Субботу Я Терзаемой Ревностью Говорю Своей Даме В крохотной Горностаевой Шапочке Боже Как она К нему Идет Взгляните Налево Лидочка И показываю Ей Сына Сторожей С вдовьего Дома В то самое Мгновение Когда он Скатывается На лед Собственная Спина Служит ему Салазками Фуражка Слетела Желтые Вихры Запрошенные Снегом Растопорщились Как шерсть На обозленном Коте При встрече С собак Что это Расселенно Шепчет Лидочка Заяц Отвечаю Я С искусственным Равнодушием Самый Обыкновенный Чернопродский Заяц К счастью Уборщик Снега Не видел А то бы Ваш Кавалер Получил Метлой По шее На Лидочку Это Производит Страшное Впечатление Она Надувает Губы Задирает Носик И Прекращает Всякое Знакомство С моим Грозным Соперник Нет Говорит Она Этот Чернопродский Заяц Мне не Компания Я Торжествую Победу И в тот же вечер Всю эту историю Рассказываю Отцу С которым Привык делиться Событиями Своей Жизни У нас Товарищеские Отношения Отец Снимает Сноса Золотой Пенсне Кладет На Книгу Закуривает Папиросу И Кивнув На Меня Холодный Недружелюбный Взгляд Говорит Негромко Так Значит Победитель Победитель А чем же Это ты Одолел Своего Соперника А? Тем Что у тебя Есть Двух Гривен Чтобы заплатить За билет А у него Нет? Да Ты у меня Как поближу Герой Горжусь Тобой Анатолий Продолжай В том же Духе И со временем Из тебя Выйдет Порядочный Сукин сын Отец Не боится Сильных Выражений Я Стою С пылающими Щеками Словно Только что Меня больно Отхлестали По ним Отец Надевает На свой Крупный Нос Золотой Пенсной Берет Книгу Он Перечитывает Братьев Карамазовых Иди Анатолий Таким Тоном Он Разговаривал Со мной Не больше Одного Раза В год Иди Готовь Уроки Я Медленно Выхожу Из его Кабинет Стыд Стыд Где Твой Румянец Спросил Бо Принц Датский Разумеется В тот Вечер Я Не Приготовил Уроков Не До Латинского Языка Мне Было Прошло Пять Десятилетий И Как видите Из моей памяти Не Сгладились Скверные События Зимнего Нижегородского Дня Лидочка Арнатская Вася Косоворотов Первая Любовь Первая Ревность Ну И первая Мерзость Что ли Стоп Стоп Пожалуй Не первая А история С мячиком Закатившимся Под диван Нет Друзья Мои Я не считаю Что угрызение Совести Это всего-навсего Устаревшее Литературное Выражение Чувства И страсти Не так уж Быстро Выходят Из моды Это ведь Не штаны И шляпы Нижегородское Футбольное Поле Раскинулось В полуверсти Ангорода Влево От Арзамасского Шоссе Обрамленного С обеих сторон Тенистыми Дедовскими Березами Божие Странники С посажками Из можжевельника И странницы В белых платках Под этими Березами Хоронились От солнца От дождя Полудничали Вечерничали И занимались Любовью Трехэтажный Вдовий дом В розовую Штукатурку Тогда являлся Последним Городским Зданием Его приходилось Огибать Футболистам Ножной Кожаный Мяч Я обожал Почти С той же Горячностью Как поэзию Символистов И трагедии Шекспира В роковое Майское Воскресенье С фибровым Чемоданчиком Для бутса В руке Я возбужденно Отшагивал На ответственный Матч Между нашим КЛФ Кружок Любителей Футбола И первой Сборной Нижнего Новгорода Вдруг Возле Высоких Железных Ворот Вдовьего Дома Я увидел Васю Косоворотова В яркой Сатиновой Рубашке На выпуск В синем Картузике На веселых Вихрах Он стоял В куче Вдовьевских Ребят В таких же Ярких Сатиновых Рубашках Подпоясанных Либо широким Ремнем Либо Плетеными Шнурами С кисточками На концах Ребята Были Несколько Повзрослей Моего Бывшего Соперника Заметьте У меня Бывший Соперник Что-то Сказал Ребятам И те Выстроились В подлинную Стенку А он Надвинув На брови Картузик Грозно Зашагал Мне Навстречу Ух Плохо Твое Дело Мысленно Сказал Я себе И скосил Глаз На стенку Вон Ведь Какие Верзилы Ребята В стенке Так же Как Вася Косоворотов Воинственно Надвинули На брови Свои Картузы И засунули Руки В карманы Штанов Бывший Соперник Быстро Шел Мне На перерез Пришлось Напрячь Всю Свою Мальчишескую Волю Чтобы Бессмысленно Не пуститься На утек Но По щеке Да 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 Именно Не съездил Морда Ударил По щеке Дал Пощечину Звонкой Как В цирке Вот Оно У меня Запылала Левая часть Лица И свалилась На землю Фуражка С красным Давъедом Воинственно Надвинутых На брови Сделали бы Из меня Кашу Размазню Как Говорила Уличная Детвора Ишь Семеро На одного Быть Побежденным В жизненной Схватке Одинаково Тяжело Обидно Горько Во всех Возрастах В тот День Я Отвратительно Играл Футбол И почти Не спал Ночи Вызвать Его На дуэль Господи Какое Идиотство Гусары В таких Случаях Выходили Из полка Застрелиться И я Заплакал Уж Очень Стало Себе Жалко Эта Пощечина Была Первой И к счастью Последней В моей Жизни Отцу Я не Рассказал О ней Я Либо Читаю Либо Пишу Стихи Пишу И читаю Днем Ночью Дома И в институте На уроках Читаю Из-под парты Положив себе На колени Декаденскую Книжку Вслед за мной Добрая половина Институции Распевает На все лады Валерия Брюсова О закрой В ранней Солидного Банка Отец И немалая И немалая Ложись Ложись В детстве Зато Зато Мой друг Ты написал Две Поэмы И несколько Десятков Стихотворений Из них По-моему Три-четыре Хороших Но Дворянский Институт Мне Окончить Не довелось Дела Сложились Так Что мы Должны Были В осень Того же Года Уехать Из Нижнего Отец Принял Представительство На Пензу И Пензенскую Губернию Английского Акционерного Общества Граммофон Пишущий Амур С процентами От оборота Довольно Значительного Так как Общество Давало Широкий Индивидуальный Кредит На аппараты И пластинки К средней школе У меня Была Лютая Ненависть Я, папа Не имея Ни малейшего Желания Сидеть Лишний год За проклятой Партой Что же Делать Мой друг Буду Заниматься Летом Ответил я А осенью В Пензе Держать Экзамен По всем Предметам Следующий Класс Недурная Мысль Но я Думал Что мы Поедем Месяцы Надвое В Швейцарию Сказал Отец Он еще В декабре Задумал Этот Променад Из Москвы Берлина Из Женевы Выписывал Путеводители И читал Их С превеликим Увлечением Нет, папа Мне, к сожалению Не до путешествия Ну, тогда Мы Не поедем Я Буду тебе Подыскивать Хорошего Репетитора Он Снял Пензе По моим Сведениям В Пензе Имеется Частная Гимназия Некоего Пономарева Вот Значит И сып Туда Полегче Будут Экзаменовать Особенно Воспитанника Дворянского Института Я Этих Пономаревых Этих Интеллигентов Из поповского Племени Немного Знаю На них Гипнотически Действуют Ваши Дурацкие Фуражки С красными Околышами И с Геральдическими Гербами Отец Оказался Прав Экзаменовали Меня Кое-как Наспех Словно Боялись Что я Возьму Да и Срежусь Даже По Геометрии По Алгебре Я получил Пятерки Моя Фуражка С дворянским Околышем Да красный Воротник Мундира Действительно Зачаровали Господина Пономарева Начало Занятий Первый День Я Подавлен Пономаревской Гимназией Облупившиеся Крашенные Полы Как В небогатых Кухнях Темные Потолки С потрескавшейся Штукатуркой Плохо Вымытые Оконные Стекла Чтобы Жизнь Казалась Потускней Говорю Я себе А уборная Зашел И выскочил Защемило Сердце Вспомнилось Институтское Зеркала Мрамор Писсуары Сверкающие Январской Белизной Горящая Медь Умывальников Мягкие Махровые Полотенца Эх Как только Я появился В классе Ко мне Подошел Плотный Гимназист На коротких Ногах И с большой Головой Сергей Громан Представился Он У гимназиста Были волосы Ежиком И мыслящие Глаза Даже Чересчур Мыслящие А рот Этакий Девический Капризный С припухлыми Как у Лидочки Орнатской Розовыми Губками Хотите Анатолий Сидеть Со мной На парте Буду Очень Рад Я Теперь Разрешите Вас Познакомлю С товарищами По Классу Синебрюхов Васильев Петров Никаноров Коган Я Пожал 36 Рук Склокоченный Щетинистый Дядька Позвонил В колокол Давно Не чищенный Мелом Мы Вошли В класс Вот Наша Парта Сказал Сережа Громан С гордой Ноткой В голосе Ух В первом Ряду Все Погибло Теперь И не Посочинять Стихи Во время Геометрии И не Почитать Из-под Парты Александра Блока На латинском Языке Блоком Я бредил И наивую Во сне Даже Восьмилетняя Сестренка Вслед за мной Истом Натянула С утра До вечера Я послал Тебе Черную Розу В бокале С золотого Как небо Аи А за обедом Она страстно Убеждала Отца Что Александр Блок Гениальней Пушкина Сказки Которого Уже Прочла Большая Перемена Мы с Громаном Ходим Под ручку По обжорному Залу Так называется Большая комната С ненатертым Паркетом В ней Широкобедра Грудастая Бабуся С лицом Обсыпанным Бородавками И бородавочками Торгует Холодными Пирожками Плюшками Бутербродами С вареной Колбасой Без горчицы А вы знаете Анатолий Где я родился Спрашивает Громов Где В тюрьме В одной камере Сидела мама В другой Папа И складывая На губки Кокетливым Бантиком Вот так Бал Грустно Думаю я А кто Ваш отец Теперь Теперь у него Бюро Я смотрю На своего Нового друга Искоса Чудное Занятие В молодости Значит папочка С мамочкой Людей Грабили И резали За что И угодили В тюрьму А теперь Они их По первому Разряду Хоронят Им вероятно Принадлежит Бюро Похоронных Процессий На московской Улице Против аптеки Маркузона Возвращаюсь Домой С насупленными Бровями И вытянувшимся Носом Что с тобой Толя Да вот Папа Новым другом Обзавелся Очень приятная Семья В недалеком Прошлом Его папочка И мамочка Уголовные Преступники Сам он Родился В тюрьме И любопытно Теперь Они зарабатывают Деньги На покойниках То есть Ты наверное Заметил На московской Улице Против аптеки Большую черную Вывеску Бюро похоронных Процесс Такими бодрыми Золотыми буквами Написано Вечность Видел Их предприятие Отец Улыбнувшись Закуривает Толстую Душистую Папирос Это тебе Новый друг Рассказал Сам Рассказал Конечно Всю большую Перемену Мы с ним Под ручку Ходили Пока Меня не Стошнило Трупами Понимаешь Ли от него Пахнет Пылкая Поэтическая Фантазия Я Сердито Возражаю Ничего Подобного Папочка Хнычит Сестра Я Кушать Хочу Отец Звонит В колокольчик Чтобы Настя Подавала У твоего Нового Друга Толя Очень Интересная Биография Тебе Повезло Как Будущему Писателю Безумно Бурчу Я Сплошное Везение Как тебе В карты Отец Постоянно Проигрывал Расскажи Еще Что-нибудь Пожалуйста С наслаждением И я Рассказываю О сортире В Пономаревской Гимназии Теперь Уже Тошнит Сестренку Ух Хватит Толя Прекрати Обрывает Отец Как-нибудь Переживешь Я Это Несчастье Легко Сказать Переживешь Мне Папа В этом Заведении Три Года Учиться Отец Протирает Пенсной Полоской Замши Старая Отцовская Несчастье Тетя С вами Семья 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 и стал ее заколачивать громадными гвоздями. «Вставайте, Анатолий Борисович, пора, а то она урок опоздаете!» Сжало сердце, о Господи, идти в эту проклятую гимназию. А во время второй перемены выяснилось, что Владимир Густавович Игроман, отец Сережи, бывший политически ссыльный, стоял во главе небезнадежной вечности похоронного бюро, а Пензенского статистического бюро лучшего в Российской империи. В 1917 году при Керенском он был продовольственным диктатором Петрограда. Теплый осенний вечер, веснущитое небо, высокие и степенные деревья нарядились в золото и пурпур, как шекспировские короли. Мы расхаживаем с Сережей Громаном под дорожком Поповой горы и философствуем. В этом возрасте обычно больше всего философствуешь. Впрочем, в ту эпоху русские начинали философствовать, едва вызубрив таблицу умножения, а кончали, когда полторы ноги уже были в кладбищенской яме. Самые сложные вопросы жизни и смерти мы с Сережей решали легко, просто и смело, даже те, которые неразрешимы. Например, вопросы счастья, семьи, любви, верности. Значительно проще вопрос меню. Рано или поздно человечество с ним справится. Все будут не только сыты, но и есть то, что им нравится. В этом я убежден. Внизу под ногами светятся яркие огни в окнах одноэтажных домиков. Но самих домиков не видно. И улиц не видно. И то, что раскинулось у подошвы Поповой горы, представляется мне южным морем, бухтой, кораблями на рейде. Эти мигающие яркие точки фонарями на мачтах. Шагая в задумчивость, я говорю. Вокруг каждого огонька человеческие жизни. Жизни, жизни и жизни. И они лепятся к этим ярким точкам, как дачная мошкара. Я говорю не слишком просто. Это от молодости. Говорить красиво и литературно гораздо легче, чем говорить просто по-человечески. Но почему мошкара обижается, Сережа, за всех людей, населяющих землю? Я упрямо повторяю. Однодневная мошкара со своими маленькими радостями и жалкими несчастьями. Сережа недоволен моими словами и моей правдой. Его розовые девичьи губы складываются капризным бантиком. Вот мы с вами, Анатолий, должны бороться за то, чтобы люди не крутились, как мошкара, со своими маленькими несчастьями. К черту их! Я молчу, но про себя думаю, безнадежное занятие. Человек должен парить, как орел, говорит сын меньшевика. И поднимает свои мыслящие глаза к небу. Парить в звездах? Я морщусь, я не переношу высоких напыщенных слов, как пересахаренного варенья. Сухие листья шуршат под ногами. В общественном саду оркестр вольной пожарной дружины играет вальс на сопках Маньжурии. Да простят меня изощренные ценители и знатоки музыки, но я считаю, что на свете не было и нет прекрасней, трогательней этих звуков. «Скажите, Анатолий, вы читали «Капитал» Маркса?» обращается ко мне Громан со всей строгостью. Нет. Завтра я принесу вам оба тома. Толстые? Очень. И все-таки вам придется прочесть. А это не слишком? Скучно. Мой новый друг, выпрямившись на бревнышках своих коротких ног, принимает величественную позу. Для глупцов и мерзавцев скучно. Погиб во цвете лет, думаю я, заставит прочесть. Ну как же, Анатолий, принести? Пожалуйста, отвечаю ему со вздохом. Не могу же я быть в ваших глазах глупцом или мерзавцем? Полагаю, снисходительно отзывается Сережа. «Капитал» более или менее прочитан. Это трудно поверить даже мне самому. Мало того, в потайном ящике секретера у меня лежат брошюрки в ярко-красных обложках. Рабочий вопрос, аграрный вопрос, диктатура пролетариата. В 1095 году эти брошюрки выходили легально. А нынче я могу за них вылететь даже из Пономаревской гимназии. Это приятно щекочет самолюбие. Перелистываю свои юношеские заметки. Фиолетовые чернила выцвели, потускнели. Вот запись тех дней. Бездельники едят жирно и сладко, утопают в енотовых шубах и разъезжают на рысаках. А те, которые на них работают, всегда полусыты и волочат ноги от усталости. Может ли с этим примириться честный человек? Сережа Громан приходил ко мне почти каждый вечер. Мы поселились на Казанской улице в большом двухэтажном доме. Так говорила Настя про наш шестиоконный дом из некрашенного кирпича. На Казанской улице он действительно большой, потому что все остальные дома деревянные, одноэтажные, не всегда с мезонинами. Настя — тридцатилетняя вдова. В нее было все тиколка в тиколку, как говорил отец. Тиколка в тиколку, носа, глаз, ржаных волос, бровей на спокойном белом лице с красивыми ушами какого-то особенного цвета, словно огонек спички. Только губы толстенькие. И когда улыбалась, с зубов, с зубов полон хлевец белых овец, по ее собственному выражению. Настенька не только являлась нашей поварихой горничной, с наколкой полновластной хозяйкой, но и нашим другом. Разговаривать с ней было одно удовольствие. Настенька, а почему это вы всегда уши чешете? — Как же, Анатолий Борисович, мне их не чесать, если я к осени родилась? И, помолчав, добавляла, — А если подошвы чешутся, это к дороге, а когда лоб, спеси, ему кланяется. И все-то она знала, все у нее было ясно, все просто. Самоварчик уж закипает. Спасибо, Настенька. Горела керосиновая лампа-молния. Абажур напоминал громадный букет васильков. Настя принесла нам и столовый чай с апельсином, с лимоном, с яблоком, с вареньями, и вишневым, и клубничным, и черно-смородиновым. Принесла домашнее хрусткое печенье и коробку шоколадных конфет. Сережа, как женщина, любил сладкое. Он, бывало, съест всю эту фунтовую коробку один, и его не вырвет. Первый стал знак, говорила Настенька, что Сергей Владимирович пьяницей не будет. Пьяницы ведь на сладкое и не взглянут, а вроде как на мусорное ведро. Она считала это утешительным, но и шоколадных конфет ей всегда было жалко, хотя ни в какой мере не отличалась скупостью. «Кушайте на здоровье, Сергей Владимирович!» Вздохнув, сказала она, и придвинула коробку поближе к моему гостю. «Спасибо, Настенька!» «А это я для барышни. Они у нас тоже сладкоежка!» И, положив две конфетки на маленькое фарфоровое блюдце, вышла из комнаты. За окном орали мартовские коты, хотя весной еще и не пахло. Вероятно, эти измельчавшие тигры и тигрицы, не обращая внимания на погоду, живут по отрывному сытинскому календарю. Если наступил март, надо заниматься любовью. Сережа спросил я, «Вы читали «Воскресенье» Толстого?» и взял с полки книгу, только что вернувшуюся в мягкой коричневой коже от старика-переплетчика, знаменитого на всю Пензенскую губернию, которая славилась дворянскими гнездами. А те, в свою очередь, славились библиотеками, состоящими из книг, прекрасных переплеток. У отца тоже была страсть к хорошим переплетам, для хороших книг. Он покупал их довольно широко, но не для шкафа и полок украшавших кабинет, а для чтения. Отец любил рассказывать про своего кузена-бершевика, неожиданно сбогатевшего. Став миллионером, Лео купил дом на Каменноостровском проспекте и стал роскошно обставлять свою новую квартиру. Для кабинета, само собой, потребовала солидная библиотека. Я как раз тогда приехал по делам в Петербург. Неожиданно ко мне в номер явился Лео. «Выручай, брат, мне до зареза надо быстро купить тысячонку красивых книг. Составь, пожалуйста, список». Я написал, возглавив список 86 томами энциклопедического словаря Бро Гаузе и Эфрона. Перед отъездом зашел к Лео проститься. Он прямо из передней, не дав снять пальто, торжественно повел меня в свой кабинет. О, ужас! Увлекшись золотыми крышками Бро Гаузе и Эфрона, мой свежеиспеченный миллионер сразу купил четыре комплекта энциклопедического словаря. Длинная стена громадного кабинета сверкала золотом. Миллионер был в восторге. В этом рассказе все от жизни. По-моему, тем он и прелестен. Итак, я спросил Сережа, читали ли вы «Воскресенье»? Читал ли я «Воскресенье» Льва Николаевича Толстого? И гром он, поджав губки, поднял на меня взгляд укоризненный и оскорбленный. «Однако, Анатолий, вы обо мне не слишком высокого мнения». Я себя почувствовал столь неловко, словно спросил моего друга, а вы, Сережа, не воруете бутерброды из карманов своих товарищей? «Простите, Сережа, это, конечно, глупый вопрос». И пролепетал еще что-то, смущенно оправдываясь. И в розовой бантике снисходительно улыбнулись, он любил извинения и покаяния, каких любят и поныне члены социалистических партий. «Так вот, Сережа, разрешите мне вам напомнить одно место из романа? Пожалуйста». Я прочел. В то время Нехлюдов, воспитанный под крылом матери, в девятнадцать лет был вполне невинный юноша. Он мечтал о женщине только как о жене. «Все же женщины, которые не могли, по его мнению, быть его женой, были для него не женщины, а люди. По-моему, Сережа, это все неправда. А как вы считаете?» Он медленно залился пунцовой краской от самых бровей. «А что, по-вашему, неправда?» «Да о Нехлюдове. Бутон мечтал о женщине только как о жене. И вот это тоже неправда, что все женщины были для него не женщины, а люди. В девятнадцать-то лет. И зачем, не понимая, Толстой говорит неправду? Ему-то уж это стыдно. Французы-руссо в этом гораздо правдивее. Вы ведь, я хотел спросить, читал ли он исповедь?» Но вовремя прикусил язык. Мне вспомнилось то место из этой превосходной книги, где Жан-Жак чистосердечно рассказывает, как он в восемь лет, благодаря уже развившемуся половому инстинкту, получал чувственное наслаждение, когда его порола тридцатилетняя мадемуазель Ландерсье приходившаяся ему родной тетей. И это написано в восемнадцатом веке. Какая смелость! Особенно по сравнению с нашим временем. Мы ведь пишем словно для девиц с косичками. А уже и Пушкина это злило. Сережа Громан отвел взгляд к окну, за которым орали коты, вероятно, тоже юные, девятнадцатилетние, но, разумеется, не по нашему человеческому летосчислению, а по их, котиному. Мне было приятно мучить и пытать моего друга. Вот вам, Сережа, сказал я, только что исполнилось пятнадцать. Тут не только его щеки, но лоб, нос и подбородок стыдливо запунцовели. Ну, Сережа, по правде. Вы ведь всегда говорите правду. Он в жизни все делал принципиально. И действительно, из принципа говорил только правду, хотя это было не совсем приятно окружающим и довольно трудно для него самого. Так вот, Сережа, по чистой правде для вас пятнадцать лет, а не в девятнадцать, как было Нехлюдову. Все молодые привлекательные женщины не женщины, а только люди. Он, проповедующий из принципа «чистоту до брака», взглянул на меня почти с ненавистью. Так, вероятно, при Иване Грозном смотрели пытаемые на мастера по дыбе колесу. Нет, для меня они, к сожалению, не всегда только люди, а... И, не договорив, громко проглотил слюну. А кто? У женщины, ответил он, покрываясь испариной. Мне стыдно, но это так. Может быть, я чудовище и негодяй? Нет, Сережа, поспешил утешить его я. И для меня тоже женщины. «Но я не считаю себя чудовищем». «Да, не считаю, потому что понял, это нормально, это в природе человека, и никакие тут крылышки мамы помочь не могут». Хочется забежать вперед в 20-е годы и рассказать про свою последнюю встречу с Сережей Громаном. Москва. Москва. Мы с Есениным жили в коммунальной квартире. Вечер. Раздались звонки у парадной двери. Раз, два, три, четыре. Я проскрепел челюстями, чертыхнулся, огрызнулся и, прикрыв рукопись однотомником Пушкина, раздраженно положил карандаш. Кого еще принесла нелегкая? Кто-то из соседей открыл гостю дверь. «Можно войти?» спросил чужой хриплый голос. «Можно?» И тут же вскочил я со стула. «Сережа!» Не ждали, Анатолий? Мы, конечно, поцеловались. Может быть, я не вовремя? Он, как и в далекие времена, сложил губы обиженным бантиком. «Но что это был за бантик? Какой жалкий!» Я воскликнул. «Очень удачно пришли!» «Страшно рад!» Я валялся на кровати, поплевывая в потолок. «Раздевайте, Сережа!» И принялся торопливо стаскивать с него облезлые оленья доху. «А где Есенин?» «Вы ведь живете вместе?» «Да, он сейчас в бане». «Довольно способный парень», снисходительно промолвил Громан. К сожалению, с СССР-овщинкой. Два-три года тому назад мой пензенский друг стал председателем Всероссийской эвакуационной комиссии при Совете народных комиссаров, разъезжал в громадной желтой машине по голодной, холодной, мужественной Москве. мне казалось, что город похож на святого и на пророка. Его каменные щеки валились, и худое немытое тело прикрывало рубище. Но глаза Москвы были, как пылающие печи, а голос, как у бури, выражаясь библейским языком. В те дни Сережа Громан не расставался с толстым портфелем из крокодиловой кожи и ходил в превосходной оленьей дахе, полученной по ордеру. Она была сшита на рост Петра Великого. Председатель эвакуационной комиссии путался в ней, как мадам Сан-Жен в придворном платье со шлейфом. «Большевики меня ценят», говорил Сережа Громан величаво надуваясь. «Я с ними работаю, но отношусь к ним, если хотите знать, весьма критически. Европеизма товарищам не хватает широких плехановских обобщений». Двадцатилетний Громан не только критиковал, но и столь же ревностно эвакуировал. Вероятно, что нужно и что не нужно, в конце концов, как нетрудно догадаться, наэвакуировался и накритиковался до Лубянки. Просидел он недолго, но после этого недоразумения, как говорили все, попавшие за решетку, его больше не затрудняли ответственной работой. Карьера кончилась. Вместе с ней и громадная желтая машина отошла в распоряжение какого-то другого социалистического юноши. Тогда они были на командных постах. А как был великолепен в этой машине мой пензенский друг. Свои олени и дохья со своим крокодиловым портфелем раздушимся от важнейших бумаг, от грозных мандатов, от картонных учрежденческих папок с наклейками срочные, весьма срочные, секретные, совершенно секретные. Сережа Громан всегда сидел рядом с шофером и сам поминутно со всей энергией сжимал левой рукой резиновую грушу губка, играющего, поющего и ревущего. Скромные советские служащие шарахались во все стороны и поднимали испуганные глаза, а председатель Всероссийской эвакуационной комиссии с наслаждением читал в этих глазах зависть, страх, уважение, а порой и ненависть. Один раз он даже услышал, как интеллигент с бамбуковой палкой нахмурившись проворчал «Ишь, сильный мир осего!» После этого Сережа стал еще величественнее морщить брови, надувать щеки и выпячивать грудь. Несураз не суразный желтый автомобиль, конфискованный у охотно-рядского купца, не только вихрем кружил Сережу по бульварному кольцу и узким изломанным улицам, но еще и возносил его на то головокружительную высоту, с которой Сережа мог смотреть сверху вниз на все человечество, не ездившее по Москве в машинах. Войдя в комнату, Сережа Громан грузно опустился на наш единственный стул. «Как живете, Анатолий?» «Ничего, понемножку». Он ставил дешевую папиросу в угол маленького рта. Курить стали, Сережа, научился в камере и выпустил сразу из обеих ноздрей серые струи. «Может быть, Анатолий, у вас найдется стакан водки? Закуска у меня имеется». Он вытащил большую луковицу из порыжавшего портфеля крокодиловой кожи. «И пить стали, Сережа?» «Да», ответил он коротко, «после МЧК». «А ведь раньше только апельсиновое ситро признавали. Помните, бутылок по шесть выпивали на наших гимназических балах?» «Лубянка меняет вкусы». Он вытер лоб нечистым носовым платком и перевел разговор на другую тему. «Мне предлагают несколько должностей на выбор, очень ответственных, но, знаете ли, воздерживаясь, что-то не хочется идти заместителем, привык возглавлять. Я подумал, что он похож на пустой рукав, который инвалиды войны обычно засовывают в карман. Правильно, Сережа, что воздерживаетесь? Впрочем, возможно, и соглашусь. Я ведь работаю не на большевиков, а на Россию. В таком случае, Сережа, обязательно соглашайтесь», ответил я, не глядя ему в глаза. Вернемся в Пензу на Казанскую улицу, маленькую нашу гостиную, освещенной керосиновой лампой. Давайте, Сережа, издавать журнал, предлагаю я. В институте мы издавали «Сфинкс». До сих пор почему-то мы с Сережей набы. Это Анатолий мысль. Я возьму на себя вводящие статьи. Журнал будет социал-демократическим, плехановского направления. Писать без твердых знаков. Это не буква, а паразит, стремительно одним духом говорит он. Великолепно. А печать на гектографе, я умею его варить. Прокламации тоже печатают на гектографе. Потом добавляют, понизив голос, до шепота. Журнал будет подпольным. И берет из коробки последнюю шоколадную конфету. А я думаю о себе с тихим восторгом. Ну вот, брат, ты и революционер, как герцин. Папа, можно к тебе? Конечно. Вхожу в кабинет отца. Он раскладывает пассиан с четырех королей. В руке коварной дама пик. Но мысль его куда-то убежала, вероятно, в прошлое. Это я вижу по взгляду отсутствующему подернутому туманцем легкой грусти и неполного счастья. Грусти и счастье одновременно. Это бывает. Бывает, когда они соединяются, смешиваются, одно переходит в другое, как акварельные краски на картине хорошего художника. Прошлое. Чем больше сидит на голове, тем оно кажется милей. Все, все мило. И детство, забрызганное горькими слезами. И отрочество, омраченное надоедливыми школьными забрежками. И юность, разодранная трагедиями духа, для чего жить, как жить, чем жить, а главное с кем. с горничной, с проституткой или с чужой женой. На открытой книге лежит пенсне. Отец даже купается в них, а иногда и спит. Мне частенько доводилось осторожно снимать их с его крупного прямого носа, как у всякого близорукого человека, у отца совсем другие глаза, когда они не смотрят на мир через стекла. они принимают другое выражение, другой оттенок, окраску, еще более мягкую, рассеянную, добрую. Они словно прикрываются тончайшим вуалем, который, как известно, делает лицо загадочным. Ах, какие они безвольные, думаю, я почти с раздражением. И тут же возникает глухая обида за отца. На кого? Не знаю. А в следующую минуту мне уже хочется взять его голову в руки и с мужской покровительственной лаской поцеловать в эти добрые умные глаза. Но я этого не делаю, боясь сентиментальности. Она не в чести у нас в доме. Папа, я написал небольшую поэму, хочешь послушать? Конечно. Он собирает маленькие атласные карты, неторопливо делает аккуратную колоду и прячет ее в старинную китайскую коробочку из слоновой кости. Читай, мой друг, я весь внимание и заботливо придвигает ко мне поближе лампу под зеленым абажором. Спасибо, папа. Я помню наизусть. Называется поэма «Гимны Гетери». Кому Гетери? Тебя это не устраивает? Читай, читай. Он прячет улыбку под светлые шелковистые усы, слегка прокуренные над верхней губой. Начинаю. «Тебе любви поборница святая, тебе наложница толпы, тебе за деньги женщина нагая, ассанна и цветы». Примерно после четвертой-пятой страфы отец стал слегка позевывать, всякий раз прикрывая ладонью рот. «Тебе скучно, папа? Если говорить по правде, скучновато. Не нравится? Нет, не нравится. Почему? Как тебе сказать? Видишь ли, он подбирает слова, пощипывая свою чаховскую бородку. «Видишь ли, это что-то лампадное, семинарское, отец очень не любил попов? И почему, Гитера, уж если ты хочешь писать об этих женщинах, которых, по-моему, совсем не знаешь, то называй их так, как они называются в жизни, проститутки? Есть и другое слово, простое, народное, конечно, грубоватое, но точное по смыслу. Ну и употребляй его. Пушкин в таких случаях ничего не боялся. А поэму свою так и назови гимн, бляди, по-кройной мере, по-русски будет, а то Гитера, наложница, санна, семинарщина, то ли, бурсачество. И откуда бы? Я огорчен почти до слез, похрустывая пальцами, выдавливая из себя. А Сереже Громону очень понравилось, он говорит идейное поэмо с направлением. Ага, с плехановским направлением. Что ж, весь ваш подпольный журнал с таким направлением будет? Я сердито молчу. А тебе то ли не кажется, что Сережа ничего не понимает в поэзии? И что он очень высокопарный юноша? Я продолжаю читать, и господи, только бы не зареветь. Ты уж прости, пожалуйста, хоть это и твой друг, но мне думается, он не слишком умный, как все высокопарные. Я медленно подхожу к голландской кафельной печке и мелодраматическим широким жестом бросаю свою поэму в огонь. Вот и правильно. А теперь, то ли, пойдем погуляем, у меня что-то голова побаливает. Морозный мартовский вечер, весна запаздывает, под ногами хрустит снег, он кажется мне искусственным, совсем как аптекарская вата, посыпанная бертолетовой солью. Детство, детство, таким аптекарским нетающим снегом покойная мама окутывала красноватые стволы рождественской елки. Она стояла посреди гостиной и упиралась в потолок своей серебряной звездой. Вокруг стройного дерева увешанного сверху донизу всякой всячины, мы, дети, должны были петь и скакать хлопая в ладоши. Зайнька вокруг елочки попрыгивает лапочкой, а лапочку постукивает. «Уже в пять лет эта игра казалась мне скучной и глупой. Тем не менее, я скакал, пел и хлопал в ладоши. Что это было? Лицемерие? Нет. Похвальное желание доставить удовольствие маме, которая затрачивала столько сил, чтобы порадовать меня. Мы выходим с отцом на московскую улицу, скупо освещенную редкими фонарями. В нашей богоспасаемой Пензе, злые языки называют ее толстопятой, главная улица упиралась в громадный собор дурной архитектуры. Отец называл такую архитектуру комодной. По излюбленной левой стороне, если идти от базара, с шести до восьми вечера гуляли гимназисты и гимназистки старших классов. Влюбленные ходили под ручку. Мы появились на московской несколько позже. Гимназистов сменили мелкие чиновники и приказчики закрывшихся магазинов, а гимназисток проститутки. Во втором квартале, как раз против бюро похоронных процессий, к отцу подошла женщина с пьяными глазами, подмалеванными сженой пробкой. В зубах у нее торчала папироса. Господин мусия поцедила она теплым голосом. Угостите даму спичкой. Простите, я не курю, солгал отец. А твой щенок? Нет, нет, не курю, пролепетал я. Пьяная женщина презрительно сузив подмалеванные глаза, ни с того, ни с сего, матерно выругалась. Я взял отца за рукав. Идем, папа, идем, идем. Она ругалась. Вы, бледокуска, рожей, отец сказал негромко, вам, сударыня, выспаться надо, а жрать, думаешь, мне не надо? Ты за меня пожрешь. Отец поспешно протянул женщине три рубля. Простите, вот, пожалуйста, мерси боку. Она послала отцу воздушный поцелуй. Я не выпускал рукава отцовской шубы. Папа, папа, ну, я шептал, пойдем, папа, пойдем направо, на дворянскую, там очень красиво, на тополях иний. Отец ласково надвинул мне на глаза фуражку с голубым околышем. Вот, Толя, это и была та самая гитера, которой ты посвятил свой гимн и улыбнулся своей грустной мягкой улыбкой. Асанна и цветы, несчастная женщина, боже мой, какая жалкая и несчастная. Лето 1914 года. В качестве юнги я хожу на трехмачтовой учебной шуне по Балтийскому морю. Иностранные порты, Стокгольм, Мальме, Копенгаген, вот она, Дания, родина Гамлета. Я стою под клеверами на вздыбленном носу шхуны. Норд-Вест воет что-то свое, а я слова датского принца. Мой пульс как твой и мерно отбивает он такт, как в музыке. Стихи подкармливает мальчишеское зазнайство. Несколько позже я назову его чистолюбием. Мы в Копенгагене. Отдать концы, говорит в рупор с капитанского мостика старший офицер. Опять распущены паруса, опять море, но оно не серебристое, не пепельное и не бредно голубое, как русские глаза. А черт его знает какого цвета, вернее цветов. Какая-то пенящаяся бурда. Ночная вахта. Йонге называет ее собакой. Под грохот разваливающихся волн я вглядываюсь в бескрайнюю мглу, как бы пытаясь прочесть там будущее своей жизни. Моряк, адвокат или поэт? Один из миллионов или один на миллионы? А через несколько дней в открытом море неподалеку от Ганги, куда шли для участия в торжествах по случаю отдаленной гангутской победы, мы узнали о начавшейся войне между Россией и Германией. Война, какая мерзость, а мы, дурачье, с восторгом орем «Ура! Ура! Ура!» Орем до изнеможения, до хрипоты. На загорелых лбах даже вздуваются синие жилы. «Приказ командования идти в порт Латвик, затопить шхуну, возвращаться на родину по железной дороге, чтобы немцы не торпедировали, просняет старший офицер. Нас, ну, разумеется, торпедировали. О, это звучит шикарно! Мы возвращались через Финляндию в Петербург вместе с курортными распуфыренными дамами в шляпах на бекрень или сползших на затылке, как у подвыпивших мастеровых. Возвращались с дамами в слишком дорогих платьях, но с нечесанными волосами и губной помадой, размазанной фасальным ненапудренным подбородком. Эти дамы откормленные, как рождественские индюшки, эти осатаневшие дамы, преимущественно буржуазские, дрались, царапались и кусались из-за места в вагоне для себя и для своих толстобрюхих кожаных чемоданов. Одна красивая стерва с болтающимися в ушах жирными бриллиантами, едва не перегрызли мне большой палец на правой руке, когда я отворил дверь в купе. К счастью, я уже знал на сбок самый большой матросский загиб и со смаком пустил его в дело. Ехали день, ночь, день, ночь. По горячим сверкающим рельсам навстречу гремели воинские эшелоны, как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. пели красные вагоны на сорок человек и десять лошадей. Ночь, день, ночь, день, пенза, вокзал. Он напомнил мне липкую смертоносную бумагу от мух в базарной пивной. Эта бумага шевелилась, она была черным-черна от будущих мушиных трупов. А какое теперь преимущество перед мухой у человека? Бедняга он также влип. На это я понял несколько позже. Казанская улица дом, звоню, вбегаю, целуюсь с сестрой, с Настенькой, с отцом и тут же в прихожей заявляю, папа, я ухожу добровольцем на флот. Сними-ка то ли шинель. О, возмужал. Ты слышишь, папа? Конечно, добровольцем. Сделай одолжение на флот. Твое дело. Куда угодно. Говорит он совершенно спокойно. На флот, в кавалерию, в артиллерию, но... И разводит руками после того, как окончишь свою гимназию. Как? Ждать почти целый год? Ведь самое большее через три месяца наши войска будут в Берлине. Какой дурак тебе это сказал? Все говорят. Он брезгливо поправляет на носу Пенсне. То ты, папа, сомневаешься? По-моему, при таком количестве дураков и хвостунов будет очень трудно выиграть войну. Значит, вся Россия хвостуны? Все они, вся, но... Словом, это не самая приятная черта нашего национального характера. По двоинственной дроби двух барабанов по улице проходит маршевая рота. Отец пощипывает бородку. Это помогает ему сосредоточиться, довести мысль до логического конца. Ох, и болваны все-таки. Кто, папа? Да наши с тобой современники. И мы в их числе. Вобразили, что живем в эпоху цивилизации, духовной культуры? Смешно. А сами в здравом уме стреляем один в другого, как в куропаток, режем, как петухов. Те после этого хоть для супа годятся. Он вынимает из спортсигара папиросу и разминает в ней некрепкий душистый табак. Да, совершенно неоспоримо. Лет через полтора сто все эти наши пушки и пулеметы можно будет увидеть только в музее. А экскурсоводы 2164 года, показывая их ребятишкам, будут говорить, вот из этих орудий дикари, населяющие нашу землю в 20 веке, истребляли друг друга. Заведи-ка, Толя, будильник. Изящные французские часы, сделанные при Наполеоне третьем, будили человека необычным трезвоном оревом военной тревоги. Спокойной ночи, папа. Я завел будильник и, неудержавшись, сиронизировал. О варварстве нашей эпохи ровно в девять тебе напомнят твои любимые часы, он бурхнул. Я давно собирался отнести их старьевщику. А когда я перешагнул порог, отец вдруг рассмеялся в голос. Это было ему свойственно, сердиться, улыбаться или смеяться на свою мысль. Чему это ты, папа? Да так, вспомнил один курьез. Видишь ли, в Риме, в преддверии собора святого Петра, стоит конная статуя императора Константина. Что же тут смешного? Этот Константин приказал повесить своего тессе, удавить своего шурина, зарезать своего племянника, отрубить голову своему старшему сыну и запавить до смерти в бане свою жену. Вот за это он и попал в герои, даже в святые, и не он один. Я вернулся в комнату, почувствовав, что отцу хочется поговорить. Он закурил. Так вот, мой друг, всякий век чрезвычайно высокого о себе мнения. Так и слышу, как говорили в восемнадцатом, в наш век, в наше просвещенное время, потом в девятнадцатом, это вам, сударь, не восемнадцатый век, или, слава богу, господа, мы живем в девятнадцатом веке, и так далее, и так далее, а нынче, бог ты мой, до чего же расщванились, только и трубят буши в наш двадцатый век, в нашем двадцатом веке, ну и простофили. Дай-ка мне, пожалуйста, лист бумаги. Я дал и перо, и обмакнул в чернил и подух. Спасибо. Ты что, папа, завещание, что ли, писать собираешься? Он, молча, положил лист на колено, согнутый под одеялом, и размашисто крупными буквами вывел. Я, Борис Марингоф, жил в двадцатом веке, и никогда не воображал, что мой век цивилизованный. Чепуха. Еще самый дикий преддикий. И протянул мне записку делового простая в день, число, месяц, год, город, улицу и номер дома. У меня, Толя, к тебе просьба, вложи это в пустую бутылку от шампанского, заткни ее хорошенько пробкой, запечатай сургучом, а потом брось суру. Слушайся, папа, ответил я с улыбкой, в воскресенье все будет сделано. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь и выловит. Он погасил папиросу и снял пенсне. Все-таки приятно. Прочту ты, небось, скажет, у этого мужчины на плечах голова была, а не арбуз, как у многих его современников. А? Пожалуй. Ну, спокойной ночи, мой друг. Спокойной ночи, папа. Свои обещания я сдержал и почему-то до сих пор верю, что отцовская бутылка еще плавает по Каспийскому морю, в которое, как известно, впадает Волга, а в Волгу сура. История историй, война войной, пензо-пензой. Третий месяц мы ходим в театр, в кинематограф и гуляем по левой стороне Московской улицы всегда втроем я, Танечка Орлова и ее лучшая подруга Мура Тропимова. О Танечке я уже написал венок санетов. Я сравнивал ее с июльским пшеничным колосом. А ее лучшая подруга коротенькая, широкенькая, толстоносенькая и пучеглазая. Толя, подождем Муру, лукаво говорит Тоня. А я отдуваюсь. Ох, но она очень веселая, добрая и совсем не глупая. Разве вы не согласны? А согласен, согласен. Лучшую подругу я ненавидел лютой ненавистью только за то, что Тоня без нее шагу не делал. Мурка третья, прицеп, хвост. Что это вы там бурмочке? Так, несколько нежных слов омурочке и спрашиваю себя мысленно, почему у всех хорошеньких девушек обязательно бывают лучшие подруги и обязательно они дурнушки? Что за странное правило, почти без исключения? Хитрость, случай? Ох, нет, только не случай, расчет, расчет, математический, точный, женский расчет. Вдруг у Мурки третья стрептококковая ангина, температура сорок и пять десятых, я сияю, я танцую, я на седьмом небе. Вы, Толя, ужасный человек, чудовище, а вы знаете, Тонечка, что сказал Стендаль о влюбленных? Нет, не знаю. Влюбленные, сказал он, не имеют друзей. Идет снег, мы целуемся на Поповой горе под деревом пушистым, как седая голова нашего гимназического попа, когда он приходит на урок прямо из бани. Мы целуемся, Тонечка шепчет, закрыв глаза, милый, милая, шепчу я с открытыми глазами. и взявший за руки со смехом бежим вниз, квартал за кварталом, чтобы целоваться под самыми окнами Сережи Громана. Он ведь очень нравственный юноша и принципиально возражает против легкомысленных поцелуев. Безидейные, Сережа, да? Ведь поцелуи тоже должны быть идейные, с плехановским направлением. Я говорю серьезно, Анатолий. И он сердито надувает губы. Опять забегу вперед. В восемнадцатом году Сережа женился на красивой, пышной, развратной до наглости женщине, вдове жандармского полковника, расстрелянного большевиками в Петрограде. Она ему, бедняги, на многое в жизни приоткрыла глаза, даже слишком приоткрыла, что я, целовавшийся на Поповой горе с открытыми, куда мне? Я ведь даже при военном коммунизме в Москве стоили пегасы ни разу не понюхал белого порошка, а вот она, моего пензенского плехановца, и занюханным сделала. Ко всему прочему. Вот и окна Громановской квартиры. Тонечко томно шепчет. Милый, милая, моя первая пензенская любовь не изобиловала длинными разговорами. Толя, побежим целоваться перед окнами нашей гимназии. Эта мысль приводит меня в восторг. Есть, Тонечко, и снова бежим, взявшись за руки. Стоп! Тонечко уже закрыла глаза. До войны абитуриенты, как называли тогда гимназистов последнего класса, строили всевозможные планы и пытались заглянуть в будущее. Так обычно перед началом любительского спектакля взволнованные исполнители ролей заглядывают в щелку занавеса. А теперь? Ах, сказал бы, Николай Васильевич Гоголь, все пошло как кривое колесо. Какие теперь планы, какое будущее? Вот оно, как на ладони, окончание гимназии без выпускных экзаменов, школа прапорщиков, действующая армия. А уж разговаривать будем после войны, если только не угодим в братскую могилу. Впрочем, господа офицеры не без комфорта лежат в земле под собственным березовым крестом, если на счастье имеется береза поблизости. Лежат в собственной яме с нежно-розовыми червями. Тонечко сжимает мою руку. Я пойду с сестрой милосердия на тот фронт, Толя, где вы будете драться с немцами. Драться? И убежденно повторяю слова отца. Я, Тонечко, не очень люблю убивать людей. Но все равно придется. Вероятно. Потом она задает мне важный вопрос. Толя, а какая любовь самая большая? Последняя. Почему? Потому, Тонечко, что всякая настоящая любовь кажется нам последней. Отец спросил, Толя, ты бывал в Шантане? Нет. Хочется пойти? Не прочь. Ну, что ж, сегодня суббота, завтра гимназии нет, тебе можно поспать в Досталь. Пойдем в кафе Шантанчик. А меня из гимназии за это не выгонит? А в осень попадемся. Форме-то, конечно, не пустят. Обряжайся в мою. Можно попасть в синюю тройку с искоркой. Валяй. И в диме сезонное. Сегодня не холодно. Ростом и уже одного, да и плечах тоже. Наш пензенский кафе Шантан носил гордое имя Эрмитаж. Помещался он на Московской, в том же квартале, что и Бюро похоронных процессий. Половина двенадцатого мы сидели за столиком в общей зале, забрызганной розовым светом электрических лампочек, как пензяки называли тюльпановые люстры. В углах стояли раскидистые мохнатые пальмы, такие же, как в буфетах первого класса на больших вокзалах, но не пыльные. Стены были оклеены французскими обоями в голых улыбающихся богинях с лирами, гирляндами цветов вокруг шеи и какими-то райскими птицами на круглых плечах. Все богини, как по команде, стыдливо прикрывали левыми ручками то, что полагалось прикрывать после изгнания из рая. В зал заполняли офицеры преимущественно Приморского Драгунского полка, черноземные помещики, купцы и свободная профессия. Так величал простой люд врачей и адвокатов. Немногие явились с женами в вечерних платьях провинциального покроя. Отец заказал бутылочку Луи Редера. Во время войны был сухой закон и шампанское нам подали в большом чайнике к Нуру и выживатого беспреданец. Я был торжественно напряженным и чувствовал себя, как в церкви на заутреннее светло-христово-воскресенье. Тучный топер с лицом похожим на старый ротный барабан яростно ударил подагрическими пальцами по клавишам фортепиано. Сейчас же на сцену выпорхнула шансонетка. На ней была гимназическая коричневая форма до голых пупырчатых коленок, белый фарточек, белый стоячий воротничок, белые манжеты. Вдоль спины болтались распущенные рыжие косы с голубыми бантиками. «Я маленькая лиска, я гимназистка», запищала шансонетка «Тру-ля-ля, тру-ля-ля, а вот, а вот, мои учителя». И она полусогнутым светским мизинчиком показала на громадного жирного купца в просторном пиджаке, потом на усатого пожилого помещика с многолетним загаром до половины лба, потом на длинного лысого ротмистра в желтых кантах приморского драгунского полка. «Обучалась я прилежно всем урокам вашим нежным тру-ля-ля, тру-ля-ля, вот, 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 учителя». И стала высоко задирать ноги, показывая голубые подвязки и белые полотняные панталоны, обшитые дешевыми кружевцами. У гимназистки было гробо раскрашено лицо, щеки красным, беки и брови черным, нос белилами. От этого она показалась неуродливой и старой, то есть лет тридцати. «Папа, как ты думаешь, сколько ей лет?» «Восемнадцать, девятнадцать, а что?» «Так». Мне стало грустно за гимназистку. Справа через столик от нас сидели постоянные партнеры отца по винту. Пензенский златоуст присяжный поверенный Роберт Георгиевич Вермель и его жена Маргарита Васильевна, сорокалетняя упитанная дама. Щеки у нее были как мячики, а глаза как две открытые банки с ваксой. Она поминутно обращала их в нашу сторону и что-то возбужденно шептала мужу, пожимая декультированными пышными плечами. При этом длинные брови, похожие на земляных червей, все время шевелились. Супруг в знак согласия величал кивал большей лобой и головой и тоже пожимал плечами. Папа здесь вермеля. Я уже поздоровался с ними. По-моему, они здорово возмущены, что ты привел меня в как и шантан. Конечно, невозмутимо ответил отец. Я скрипочку имею, ее я не жалею, и у кого хорош смычок, пусть поиграет, тот разок. Пищала с подмостка уже другая шансонетка, толстогрудая, толстоногая, в юпочке, как летний зонтик. Она так же, как гимназистка, была грубо раскрашена, щеки красным, брови веки черным, нос, похожий на первую молодую картошечку белилами. Я брезгливо заморщился. Тебе не нравится, поинтересовался отец. А что тут может нравиться, бездарно, безвкусно, хмуро ответил я. Маргарита Васильевна, поймав взгляд отца, сделала ему знак лорнетом. Пойду поцелую ручку у Марго, сказал отец. Шансонетка пищала, задирала до подбородка толстые ноги в стиранном, перестиранном розовом трико. Я скосил глаз на вермелей. Златоуст страстно ораторствовал, а Марго то выпускала из мячика воздух, то вновь надувала их. Черви на лице шевелились. О, попадает батьки за меня. Тучный топер неожиданно перестал стучать по клавишам. Унылый зал снисходительно похлопал в ладоши. До меня донесся спокойно голос отца. Анатолий все равно бы отправился в шантан. Вот я и решил, пусть и жлуч пойдет со мной, пойдем вместе. Топер опять принялся неистово шуметь, шансонетка пищать. Когда отец вернулся, я сказал, мне что-то скучно, папа. Домой хочешь? Да, если ты не возражаешь. Но иди. Я еще часок посижу с вермелями. И он попросил лакея, зевающего в салфетку, перенести чаник шампанским за их столик. Отец взял ложу на концерт известного пианиста, приехавшего из Москвы. Пойдем, друзья, всей компанией, сказал он. Спасибо, папа, за приглашение. С музыкой у меня были отношения довольно странные. Когда я еще щеголял с ленточками в волосах, в Нижний приехал знаменитый скрипач Ян Кубелик. Почему-то он должен был выступать днем в том клубе, где отец ежедневно играл в винт. Мама сказала, я возьму Толю в концерт. Отлично. Отец возражал в самых редких случаях, а по пустякам того и в помине не было. Поэтому дом наш совсем не знал мелких мещанских ссор. Меня одели в новое шелковое платьице с кружевами. Господи, молил я, только бы лопушка не встретить. Вот уж он завяжет на весь мир, девчонка, девчонка. Отец проводил нас до парадной двери. Наслаждайтесь, друзья мои. Очевидно, из опасения, что я буду слишком громко выражать свои чувства, мама купила билеты на хоры. Ян Кубелик играл, как мне показалось, бесконечно. Я смотрел сосредоточенно, слушал тихо. Мама была в восторге и от Яна Кубелика, и от меня. Вдруг я дернул ее за мизинец. Мамочка, а скоро он перепилит свой ящик? Она посмотрела на меня с отчаянием, словно я внезапно заболел менингитом. Ах, Толя, какие ты задаешь странные вопросы. Любопытно, что этому странному вопросу суждено было превратиться в анекдот. Очевидно, мама рассказала папе, он своим партнерам по винту, те своим приятелям и сослуживцам, короче говоря, ровно через 20 лет мы странный вопрос докатился до московского кафе стоила Пегаса. В моем присутствии Вадим Шершеневич рассказал его Всеволоду Мерхольду. Я даже весь зарумянился от гордости. Но своей тайны открыть не решился, все равно эти скептики не поверят. Поэтому лишь бросил небрежно. У этого анекдота Вадим очень длинная борода. Ах, если бы и наша поэзия была так долговечна, сказал я себе. Нет, пустая надежда, что может тягаться с глупостью, только она бессмертна. А вот еще разговор о музыке. Мы гуляли с отцом по двухъярусному залу главного дома Нижегородской ярмарки. Играл военный оркестр. Некоторое время я терпел это мужественно. Потом стал тащить отца за палку с набалдашниками слоновой костью. Папочка, уйдем отсюда. Ты устал, Толя? Хочешь домой? Нет, не хочу, не хочу. Мы опять сюда вернемся скоро, когда они перестанут шуметь. И я показал пальцем на блестящие медные трубы, изрыгавшие несносный шум. О, брат, да из тебя Бетховен вырастет, сказал отец без улыбки. Очевидно, с музыкой у меня происходило то, что бывает с курением. От первой папиросы тошнит, а после десятой становишься заядлым курильщиком. Надо только втянуться. Когда в Пензу приехал на гастроли московский пианист, я уже более или менее втянулся в музыку, которую Кнут Гамсун называл водкой проклятых. Отец продолжал, если хочешь, Толя, пригласи свою даму, в ложе есть свободное место. Благодарю, папа. А ночью после концерта я спросил, она тебе понравилась, пап? Очень, правда? Прелестная девушка. Я, конечно, засветился. Значит, поэт Анатолий Мариенгов ничуть не преувеличивав. Танечка действительно похожа на золотой пшеничный колос, обласканный теплым солнечным небом, омытый проливными дождями и скормленный тучным пензенским черноземом. Так было написано в моем санете. Я давно не видел таких розовых девушек, продолжал отец, отстегивая крахмальный воротничок от похрустывающей сорочки. Розовые, настороженно переспросил я. Отец кивнул головой. У нее, наверное, великолепное здоровье. Даже ветряной оспы в детстве не было. И, сняв ботинки, взял ночные туфли, выштые бисером и купленные еще в Нижнем Новгороде в рукодел монаха Печорского монастыря. Ой, сейчас она прелестна. Сейчас она очаровательна. А потом, папа, мой голос прозвучал робко и умоляюще. Но потом отец положил на мое плечо большую ласковую руку. А потом верная любящая жена и отличная мать пятерых детей. Потом умная и доброжелательная теща. А ведь это довольно редкое явление. И наконец добрейшая бабушка целого выводка внучат. Проживет она долго, лет до девяносто. Еще и правнуков воспитывать будет. Отец снял пенсны и стал играть ими. У взрослых тоже имеются свои игрушки. Вот и погадал тебе новоображаемые кофейные гущи. он ни в какой мере не хотел покушаться на мою любовь, но этими словами ранил ее смертельно. Это случилось еще и потому, что за три дня до ночного разговора Тонечка показала мне свой семейный альбом. На большой глянцевой фотографии ее покойной мамы она погибла при крушении поезда и увидел мою Тоню. Бывает же такое поразительное сходство. Я увидел Тоню, поблекшую рыхлую с двумя подбородками и черепаховым веером в полных пальцах унизанных кольцами. А на следующем листе ох, какая коварная вещь эти семейные альбомы. Я увидел Тоню в пожелтевшем портрете ее бабушки грузной седой морщинистой старухи с добрыми выленившими глазами в больших очках. Обычно такие очки придают суровость лицу, но тут даже они были бессильны преобразить природу. Бабушка еще здравствовала, но мне повстречаться с ней не довелось. Старуха, держась старины, выезжала только в свою приходскую церковь трех святителей, где венчалась она ровно шестьдесят пять лет тому назад. Однажды отец спросил меня, как ты считаешь, Тонечка умна? Видишь ли, папа, Тургенева своей Виардо говорил, она так умна, что не только видит насквозь человека, но и спинку кресла, на котором он сидит. Ни за какие коврижки я бы не женился на такой женщине. Боже упаси воскликнул отец, хватаясь за голову. Прошло, пожалуй, не меньше месяца. Вот, Настя, что получается, тихо закончил я свою любовную исповедь. В моей, стало быть, любви червячок завелся, как в папином Александровском бюро. Настенька задумчиво почесала в волосах штопольной спицы. Ничего тут не поделаешь, Анатолий Борисович, пролитого уже не поднять. И утешилось, взглянув в комнату отца. У Бориса Михайловича пасьянс вышел, хороший знак. Пожалуй, тихо за стол, самовар давно из себя выходит. теперь теперь оттонечки я сказал шуточными строчками, к сожалению, не моими. Молодуха, молодуха, много тела, молодуха. сегодня торжество в нашем обжорном зале. Окна вымыты, полы натерты воском, прилавок с холодными пирожками вынесен вон, а вместо него стоит длинный стол, покрытый синим сукном с золотой бахромой. За столом директор, поп в шелковой рясе и все педагоги. Они подстриглись, подравляли усы и бородки, пахнув цветочным одеколоном. Выглядят, хотя и торжественно, но несколько поглупевшими, как это обычно бывает с людьми, только что вышичими из парикмахерской. Директор в новом сюртуке. На шее какой-то орден, а через живот толстая золотая цепь со множеством брелков. При малейшем движении директор звенит, как положенный на крышку гроба венок с железными цветами. Но от этого погребального звона не делается тоскливо на душе, потому что на синем сукне с золотой бахромой высится порядочная стопка аттестатов зрелости. С величавой скрипучестью в голосе директор вызывает к длинному столу счастливых выпускников. У меня чуть-чуть замирает сердце. Марингов! О, как я ждал этой минуты, стараясь приблизиться к столу неторопливо, спокойно и с иронической улыбкой, которой я уже научился прикрывать себя в сложных и неприятных жизненных обстоятельствах. А ведь они приходят очень рано, чуть ли не в тот день, как принимается купать человека в цинковой ванночке, и мыло попадает ему в глаза, и человек начинает горько плакать, орать, реветь от боли, обиды и гнева. Я все это отлично помню. Помню свои чувства и свои мысли, да, да, свои мысли в эти драматические минуты. Причем помню гораздо лучше, острее, чем то, что случилось со мной в приближающемся к старости лет пять тому назад. А может это все мое воображение? Ведь уверял же Андрей Белый, лично меня горячо уверял, что он помнит себя в животе матери. Директор, издавая трубные звуки, сморкается в большой белый платок голландского полотна, хотя никакого насморка у господина Пономарева нет. Поздравляю, мой друг, с окончанием гимназии. Благодарствуйте, Сергей Афанасьевич. Желаю вам с честью защищать царя и отечество от Тевтонских орд. Потом величав встает поп, шурша своей шелковой рясой. Сын мой, да не оставит тебя Всевышний на ратном поле. Я наклоняю голову и мысленно говорю, куда угодно, к черту, к дьяволу, на ратное поле, будь она проклята, только б выскочить из вашей гимназии. Поп благословляет, педагоги благосклонно улыбаются. ВОТС, СИПИТ господин Пономарев, ВОТС, и церемонно вручает мне аттестат, который шелестит в руках, так как напечатан на отличном пергаменте. Сколько огорчений, волнений, головной боли, сколько дней, месяцев и лет, выброшенных на ветер, из этого листа голубой казенной бумаги, ничего не говорящей о человеке. 27 мая 1916 года при отличном поведении окончил полный восьмиклассный курс, причем обнаружены ниже следующие познания. Закон Божий 3. Русский язык с церковно-славянским и словесность 3. Философская пропедевтика 3. Математика 3. Математическая география 3. И так далее 3, 3, 3, 3. Распишитесь, мой друг, получение аттестата. Я ставлю четкую подпись. Директор смотрит, и глаза у него становятся скорбными, страдальческими. В чем дело? Оказывается, по домашней привычке, установившейся со времен нашего журнала с плехановским направлением, я не поставил твердый знак в конце фамилии. Ну вот, сокрушенно качает директора с своими почтенными сединами, вы, господин Марингоф, окончили гимназию, аттестат зрелости у вас в руках, вы вольный человек, и теперь можете писать без твердого знака. мне делается по-человечески жаль старика. Простите, Сергей Афанасьевич, это я по рассеянности, разрешите поставлю. Сделайте милость, голубчик, уважьте, уважьте на прощание. Да-да. Беру костяную ручку и ставлю жирный твердый знак, столь дорогой его педагогическому сердцу. Сергей Афанасьевич доволен, успокоился. Спасибо, мой друг, спасибо. А через семнадцать месяцев произошла Октябрьская революция. Одни ли твердые знаки она уничтожила? Я опять забегаю вперед. Москва. Военный коммунизм. К вам, Анатолий Борисович, гость, уважительным голосом сообщает соседка по коммунальной квартире в Богословском переулке. Выхожу в полутемный коридор. Сергей Афанасьевич, сам не понимаю, почему, но я очень обрадовался. Милости прошу, пожалуйста, пожалуйста, заходите. Я распахиваю дверь в комнату. Мой бывший директор несколько похудел, голова и бородка стали, как декабрьский снег, только что выпавший. Но выглядит старик, как говорится, молодцом. Я учительствую, сообщает он, в той же нашей с вами гимназии преподаю российскую словесность юным большевикам, отрокам и девицам. Славные ребята, мысленно улыбаясь этому слову, новому для Сергея Афанасьевич. Нас он называл господами. Да, любопытные ребята. И знаете, даже не командует мноя, вроде как я ими. Ладим, ладим. Разговор переходит на политику. Если толком разобраться во всем, что происходит, продолжает Сергей Афанасьевич, можно прийти к выводу, что большевики осуществляют великие идеи Платона и Аристотеля. Все доходы граждан контролируются государством. Так это же Платон? Граждане получают пищу в общественных столовых, и это Платон. А в Фивах, как утверждает Аристотель, был закон, по которому никто не мог принимать участие в управлении государством, если в продолжении десяти лет не был свободен от занятия коммерческими делами. Разве не правильно? Какие же государственные деятели из купцов? Мошенники они все, они государственные деятели. Мне становится весело. А как же Сергей Афанасьевич с твердым знаком, спрашивая не без ехидства? Помните, как вы огорчились, когда я отменил его при получении аттестата зрелости? Старик добродушно смеется, он все помнит. Теперь, друг мой, прошу просветить меня светом иммаженизма. Все манифесты ваши прочел, все книжицы ваши у меня имеются, да как-то не в коня корм. Мне приходится держать ответ перед директором Третьей Пензенской гимназии, принявшим Октябрьскую революцию через Платона и Аристотеля. 1916 год. Западный фронт. Наша инженерно-строительная дружина сооружала траншеи Третьей линии, прокладывала дороги и перекидывала бревенчатые мосты через мутные несудоходные речки. Шла позиционная война ни вперед, ни назад. Офицеры напивались медицинским спиртом, играли в карты и волочились за сестрами милосердия из ближайших полевых госпиталей. Солдаты били в шеи и скучали. Кто почему у каждого была своя скука. Перед заходом солнца по какой-то нелепой привычке бесцельно стреляли пушки немецкие и наши. А со снарядами у нас было худо. В лазаретах бездельничал врачебный персонал. В двадцать седьмом эпидемическом занято было несколько коек дизентерийными. Мы жили как на даче. Охотились, ловили рыбу и играли в покер. У меня была двуколка польского образца и под седлом длинноногий злой жеребец по имени Каторжник. Он обожал надо, не надо вставать на дыбы и лягаться обеими задними. После ужина мы отправлялись целоваться в двадцать седьмой эпидемический либо сестры приезжали к нам. Но и это надоело. Тогда сообща затеяли спектакль. В несколько дней я написал свою первую пьесу двухактную в стихах «Жмурки пьеретты». Сережа Громан справедливо за безидейность испепелил бы ее молниями своего общественного гнева. Но врачам, инженерам, офицерам и сестрам милосердия «Жмурки» нравились. Вероятно, тоже за безидейность, так как никто из моих персонажей никого не уговаривал драться с немцами до последней капли крови, а кавалерийский генерал Ломашевич просто таял в эстетическом восторге. Живот у кавалериста был как на девятом месяце, шея толстая, короткая, красная, хотя оладьи пеки на ней, сказала бы Настенька. Нос, приплюснутый, с легким наклоном в левую сторону, будто генерал смотрел на улицу, прижавшись к стеклу, а когда отошел, мягкий нос его, вылепленный из фарша для пельменей, так и не расправился. Но святое искусство его превосходительства обожал смертельно. «Я, видите ли, первый театр на всю Астрахань с гордостью повторял он после каждой выпитой рюмки, вернее, баночки, потому что пили мы разбавленный спирт из баночек, которые при лембаго ставят на поясницу». «Как это вы сочиняете, ну как, как?» допытывал меня генерал, «да еще в стихах, да еще не о людях обыкновенных, а, видите ли, про Орликинов и Пьерет. Откуда было знать его превосходительству, что всего труднее писать о самых обыкновенных людях?» «Генералу я искренне симпатизировал и очень хотел объяснить таинственный процесс поэтического творчества, но из этого ничего не получалось». «Туманнос, туманнос, господин поэт, досадовал генералу. Это происходило более сорока лет тому назад». «Спрашивается, а сумел бы я объяснить теперь?» «Вряд ли». «Так провоевал я Первую мировую войну. Молитва нашего гимназического попа очевидно была услышана. Всевышний не оставил меня на ратном поле». «Ну, а если говорить серьезно, ведь в человеческой жизни все бывает не с брызгут. Почему же я воевал так противно? Перетрусил, что ли? Не захотелось пупком вверх лежать раньше времени? Да нет, помнится, мне всегда нравилось поиграть со смертью в Орла и Решку, пофорсить, пофигурять, разумеется, если бывали зрители, особенно пофигурять при сестрах милосердия. Когда немецкий аэроплан бросал бомбы на 27-й эпидемический, отмеченный большим красным крестом, и все запыхавшись лупели в блиндаж, я довольно спокойно покуривал на крыльце фанерного дома и с преувеличенным интересом смотрел на разрывы шрапнелей вокруг летающего мерзавца. А сестры перешептывались, ах, какой он бесстрашный, ну просто душенька, 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 наш Анатоль. В свое время, то есть в 16-м веке, Монтэнь писал «Установлено с несомненностью, что предельный страх и предельный пыл храбрости одинаково расстраивают желудок и вызывают понос». Со мной, к счастью, этого никогда не случалось, поэтому, говоря по-честному, я не могу назвать себя ни жалким трусом, ни отчаянным храбрецом. Об Октябрьской революции я узнал в железнодорожном вагоне, ехал домой в пензу в отпуск. Поезд был гнетущим противоречи с ритмом метущихся дней. Безудержные события неслись, мчались, обгоняя друг друга, а выпавший из графика поезд волочил свои неподмазанные колеса, как разбитые параличом ноги. То и дело горели буксы. На полостанках, где полагалось стоять минуту, мы застревали на часы. Я смотрел в окно, забрызганное дождем, и думал стихами Александра Блока. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Ветреные мельницы испуганно махали деревянными руками. Трепещущие осины плакали красными листьями, они казались кровавыми. Паровозы выли вистерики, грузные чернокрылые птицы, похожие на летающие попарно маленькие рояли, кружили над мокрыми полями, словно ожидая трупов в Тульской, Тамбовской, Пензенской губерниях. Вот, мол, и здесь мы скоро полакомимся. Вот, когда воронье любит кретинские человеческие бойни, это мне понятно, очень понятно, а когда ты пацифист, паршивый пацифист, презрительно говорили мне лет сорок и после 1917 года, да, покой нам только снится сквозь кровь и пыль опять блок, ну, куда от него деваться? Припомнилась гимназия Сережи Громан, два толстых тома капитала, брошюры в красных обложках, юношеские дневники, записи в нем. Ну вот, шептал я себе, это она твоя революция, революция полусытых, революция одетых в лохмотья, тех, что работает на бездельников. Потом спрашивал себя, ну, господин честной человек, скажи-ка по совести нравится, где ты, с кем ты? Я отвечал дерзко с ней, поезд трогался. Небо было измазано солнцем, как и йодом. Мысли переносились на отца, от которого больше месяца не получал писем, жив ли, здоров, как он там. Наконец, на пятые, нет, ошибаюсь, на шестые сутки я прибыл в Пензу уже большевистскую. Вечер, холодный дождь, платформа серая от солдатских шинелей. В зале первого класса, который уже ничем не отличался от зала третьего класса, ко мне подошел немолодой солдат, похожий на Федора Михайловича Достоевского. Левый пустой рукав был у него засунут в карман шинель. Солдат властно распорядился. Эй, гражданин офицер, садирите-ка свои погонщики. К этим погонщикам я никогда не испытывал особой привязанности, но тут уж больно пришлось не понутру солдатской властности. Что-то не хочется, сказал я с наигранным спокойствием. Нет, не садирал, дорогой товарищ. В зале, переполненном солдатами, однорукими, одноногими, ненавидевшими золотопогонников, это была игра с огнем над ямой с порох. Вот чертовщина и перед кем играл. Сесер-то милосердия поблизости не был. Вероятно, закусив у дела, подобно моему норовистому каторжнику, я встал на дыбы только из чувства противоречи. Проклятой, до гробовой доски она будет мне осложнять жизнь, портить ее, а порой ломать и коверкать. Э-э-э, и солдат, похожий на Достоевского, посмотрел на меня с каким-то мудрым мужицким презрением. «Что «э»?» — позвякивая шпорой, спросил я. Вместо ответа солдат презрительно махнул своей единственной рукой и отошел в сторону, даже не удоставив меня матерным словом. Этого, признаться, я ожидал меньше всего. Стало стыдно. Настенька сказала бы, запряг прямо, а поехал криво. «Интеллигентишко, паршивый» — вырвался я мысленно. И как только солдат затерялся в толпе, я со злостью содрал с бекеши свои земгусарские погоны. В революции извозчичьи лошадь издала раньше человека. К нашему дому из некрашенного кирпича на Казанской улице я не подкатил, а приплелся на бывшем лихаче. Отец лежал в кровати, вытянувшись в стрелку и подложив левую руку под затылок. Я сидел у него в ногах. Сквозь тяжелые шторы уже просачивалось томленое молоко октябрьского рассвета. Незаметно мы проговорили часов восемь. «Да, Толя», — заключил он, — «ты был очень похож на глупого майского жука, который, совершая свой перелет, ударяется о высокий забор и падает в траву замертво». На кухне Настенька уже звенела ножами, вилками и медной посудой. «Ты сегодня красиво говоришь, папа», — сказал я с улыбкой. «Стараюсь. Дай-ка мне папироску». Я подал и зажег спичку. Спасибо. «Вообще, мой друг, советую тебе пореже ссориться с жизнью». Он затянулся. «Какой смысл из-за пустяков портить с ней отношения?» И добавил, постучав ногтем о толстый мундштук, чтобы сбросить пепел. «Ей что, жизнь идет своим шагом по своей дорожке, а ты наверняка в какой-нибудь канаве очутишься с переломанными ребрами». «Обязательно. И не раз, папа». Эти слова мои оказались пророческими. Но кто же на этом свете слушается умных советов? По новому стилю, еще не одолевшему старый, уже кончался ноябрь. Они сидели за ломберным столом, поджидая четвертого партнера. Можно было подумать, что в России ничего не изменилось. А уже изменилось все. Но люди и вещи по привычке еще находились на своих местах. Высокие стеареновые свечи горели в бронзовых подсвечниках. Две нераспечатанные колоды карт для винта и пачка красивоточенных мелков лежали на зеленом сукне лондонного стола. «А мне нравятся большевики», — сказал отец, вынимая из серебряного портсигара толстый папирос. «Вам, Борис Михайлович, всегда нравится то, что никому не нравится», — небрежно отозвался Роберт Георгиевич. «Марго», — так называли вермельшу близкие люди, нервно поиграв с щеками, похожими на розовые мячики, добавила желчно. «Борису Михайловичу даже облако в штанах нравится этого, как его, ну, Владимиру Маяковскому, мягко бы сказал отец». «Что, — ужаснулся знаменитый присяжный поверенный, — вам нравится этот бред силой кобылы?» «Талантливая поэма». «Талантливая!» «Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжаривший лакей на засаленной кушетке, буду дразнить об окровавленный сердце лоскут, досыто изъездиваюсь, нахальный и едкий», — с улыбкой прочитал отец по памяти, на которую не мог пожаловаться. «Типичнейший большевик этот ваш, ну, как его, Маяковский, Маргарита Васильевна, подсказал отец с той же улыбкой, без малейшего раздражения. Вся их нахальная психология тут, в каждом слове, в каждой букве. И у Марго от возмущения даже заискрились ее открытые банки с ваксой. По всему видно, что ваш, — запнулась она. Маяковский тоже на каторге воспитывался. А Роберт Георгиевич шикарно захохотал. Он был эффектер, как говорили в XIX веке. Хо, насмешил, Борис Михайлович, насмешил. У Златоуста буйно росли волосы на руках, в ушах, в носу, словом везде, где они не слишком были нужны, и упрямо не росли на голове, где было их законное место. Это еще увеличивало его лоб, и без того непомерный. И эта гнусь, родной мой, называется у вас поэзией. «Такой уж у меня скверный вкус, — Роберт Георгиевич, — как бы извиняюсь, — отвечал отец. Не смей возражать, не смей возражать». И Златоуст, очень довольный своей репликой, нежно погладил лысину, желтую и блестящую, как паркет, только что натертый. Огромные лбы принято считать чуть ли не признаком Сократовой мудрости. Это вздор. В своей жизни я встречал ровно столько же высоколобых болванов, сколько и умников, в числе которых, надо сказать, довольно редко оказывались краснобаи. «Нет, господа, с большевиками я даже на бильярде играть не согласен», — всюду заверял Роберт Георгиевич и своих судейских коллег и партнеров по винту. «Этого еще не хватало», — фыркнула Марго, «нашел себе подходящую компанию». Следует заметить, что большевики тогда не нравились и доктору Петру Петровичу Акимову, которого сейчас поджидали. А ведь про доктора не только в гостинке, в клубе, но и на базаре всегда говорили, «У, это голова». Когда к Петру Петровичу приходил пациент с больным сердцем и спрашивал, «Доктор, а коньячок-то, небось, мне теперь пить нельзя? И курить, небось, ни-ни? И насчет дамочек?» Петр Петрович обычно клал такому пациенту на плечо свою костистую руку и внушительно получал. «Самое вредное для вас, дорогой мой, это слово «нельзя» и слово «ни-ни». А все остальное Бог просит, и я вслед за ним». По уверениям Пензяков, больные уходили от умного терапевта почти здоровыми. Я бы, например, добавил «психически», а ведь и это немаловажно. Да и прочие медицинские советы Петра Петровича, по моему разумению, были прелестны. «Вам, батенька, наставлял он свежего пациента, прежде всего надо к своей болезни попривыкнуть, сродниться с ней, батенька. Конечно, я понимаю, на первых порах она вам кажется каким-то злодеем, врагом, чудовищем. Чепуха, чепуха, батенька. Вот поживете с ней годик-другой-третьей, и все, по-хорошему будет. Уж я знаю, даже полюбите ее, проклятую, эту свою болезнь. Станете за ней ухаживать, лелеять ее, рассказывать про нее, вроде как про дочку, приятелям своим рассказывать, родственникам, знакомым. Да нет, батенька, я не смеюсь, я говорю серьезно, честное слово. И чем раньше это случится, тем лучше. Слушай, вообще, батенька, в жизни философом надо быть, это самое главное, обязательно философом. Хочешь, не хочешь, а к полувеку надо же какую-нибудь болезнь иметь. Помирать же от чего-нибудь надо, так ваша болезнь, батенька, не хуже другой. Даже на мой глаз посимпатичней. Пациент сначала смеялся, потом сердился на Петра Петровича, потом говорил, такого врача и в Москве не сыщешь. И привыкнул к своей болезни, наконец помирал, как и все другие пациенты на этой планете. Однако вернемся к политике, которая тогда занимала все умы. Так вот, Роберту Георгиевичу с супругой большевики не нравились. Петру Петровичу тоже, Сергею Афанасьевичу Пономареву, ну конечно же. Словом, как это не грустно, но знаменитый на всю губернию присяжный поверенный, был совершенно прав, когда заявлял, что они никому не нравятся. Разумеется, надо понимать по словам никому солидную пензенскую интеллигенцию. Звонок предбежал у двери. «Вот и Петр Петрович», — сказал отец, — «это его колокол». Настенька живой рукой, по ее любимому выражению, кинулась отворять парадную дверь. «Пожалуйте, доктор, пожалуйте, вас заждались». «А я, лапушка, к приятелю своему заезжал, к провизору Маркузону», — хрипел в ответ доктор. «Чудотворцу Абраму Марковичу». «Вот». И по установившемуся обычаю он засовывал в карман ее белоснежного фарточка пузырек с персиковым ароматным маслом. «Вот секрет твоей красоты. На сон грядущий перед молитвой в щеки втирай, лапушка. В щеки и в нос. Пять капелек». «Ой, спасибо, Петр Петрович». А из гостиной, состроив кислую гримаску обидой и шевеля бровями, мурлыкала Марго. «Опять доктор. На полчаса опоздали». «Доктор всегда опаздывает», — поддержал знаменитый оратор свою супругу. «Он и к своему больному является через пять минут после его смерти». «Ха-ха-ха-хе-хе». «Этаким валдайским бубенчиком» — аккомпанировала Марго. «Поверьте, господин Демосфен, к вам я приеду вовремя. К самому выносу, батенька, вашего величественного тела!» Неласково отозвался доктор, снимая возле вешалки высокие суконные боты, изрядно забрызганные знаменитой пензенской грязью, черной, как осенняя ночь. Партнеры разошлись в начале второго. Задув сиариновые свечи на ломберном столе, Настенька грустно спросила. «Небось, барин, опять проигрались?» Отец, как всегда, отвечал несколько сконфуженно. «Сущие пустяки». «Сегодня пустяки, завтра пустяки, послезавтра...» Глубоко вздохнув, Настенька стала собирать в колоду небрежно разбросанные карты. «Папа, а ведь он совсем не умен, выражаясь мягко». Отец, разумеется, сразу понял, о ком я говорю. «Тебя это удивляет?» «Ну, как-никак, присяжный поверенный оратор, именница, уже заработал и четырехэтажный каменный дом. «Видишь ли, я давно убедился, что процент дураков во всех профессиях примерно один и тот же. Не понимаю. Ну, допустим, если ты возьмешь десять министров, добрая половина обязательно дураки. Десять купцов, пропорция та же. Десять полотеров или дворников, картина не изменилась. Десять миллионеров, десять бедняков, тот же закон природы, совершенно железный закон. «Парадокс, папа, избави меня, Бог». Действительно, на этот раз его глаза не были окружены веселыми, насмешливыми морщинками. Он явно оговорил то, что продумал, чем убедился, наблюдая жизнь сквозь стекла Пенсне в золотой оправе. «Поэтому, мой друг, невероятно, Герцин и советовав считаться с глупостью, как с огромной социальной силой». И сняв Пенсне, презрительно добавил, продолжая думать о Роберте Георгиевиче. «Да, патриот Российской империи». И так как у нас в доме было что-то вроде семейного культа, Вильяма Шекспира заключил цитата из него. «Он уверял, что если бы не стрельба, то сам бы, может быть, пошел в солдаты». Я представил себе эту картину. Роберт Георгиевич без козырки на бекрень и с винтовкой на плече, шагом марш, и в голос рассмеялся. «Ты что?» «Да так, папа, обожаю Шекспира». «Да чего ж умен?» А напоследок, как всегда в те недели, мы поговорили о русской интеллигенции. «Вот, — сказал отец, к примеру, Марго. Через каждые десять фраз у нее «мы русская интеллигенция», «мы образованные люди». Ну, какая она в сущности «мы интеллигенция», «какая мы образованные люди». Да что она знает, эта барыня толстокожая, как плохой апельсин? Что у нее после гимназии осталось в голове? Что помнит? Ну, скажем, о древних римлянах? Да кроме того, что Нерон ради красивого зрелища Рим поджег, ничего она больше не знает, ничего не помнит. Ну, разве еще, что римляне, наперав для облегчения желудка, вкладывали два пальца в рот и тошнились? Вот и все. Вот и все ее познания о римлянах. И о древних афининах не больше, и о французах средневековья, и о Пушкине. Брожу ли я вдоль улиц шумных? И тпру? А ведь таких у нас интеллигентов, как Марго, 90%. Это твое общество, папа, уколол я. Увы. Но остальные 10% нашей интеллигенции, пожалуй, даже получше, пошире будут, чем европейские. А почему? Ну-с. Да потому что мы не можем сразу заснуть, как легли в постель. Нам для этого необходимо с полчасика почитать, это убаюкивает. Сегодня полчасика, завтра, послезавтра, так и с года в год, глядь, и весь Толстой прочитан, и весь Достоевский, и весь Чехов, даже Мапасан и Анатоль Франц. Вот мы и пошире, и по начитанней французов и немцев. Те засыпают легче. Что-то, папочка, ты сегодня ядовит. Ага, усмехнулся он, как змей библейский, только малость поглупей. Как я отничуешь, папочка, а что делать? Под самым потолком плавали голубато-серые облака папиросного и сигарного дыма. Как нетрудно догадаться, Гаван укурил знаменитый присяжный поверенный. Это импонировало его клиентам. Вторые рамы еще не были вставлены. Я подошел к окну и распахнул его настижь, беззвездную ветреную черную ночь. Социалистическая революция уже погасила все керосиновые фонари на нашей Казанской улице. Чехословацкие белые батальоны штурмовали город. Заливая свинцом близлежащие улицы, они продвигались от железнодорожной насыпи обоих вокзалов, пенза первая и пенза вторая, то есть от пассажирского и товарного. Падали квартал за кварталом, улица за улицей. Настенька ходила хмурая. «Одолевает, сукины сыны, ох, одолевают!» Отступающие красноармейцы втащили пулемет на чердак нашего дома. Мы только что пообедали вдвоем. Сестра гостила у подруги где-то на суре. Отец аккуратно сложил салфетку, проткнул ее в серебряное кольцо с монограммы и встал из-за стола. «Спасибо, Настенька. Спустите, пожалуйста, шторы у меня в спальный». «Си, минуточку», — ответила она шепотом. После первых же орудийных выстрелов Настя почему-то стала говорить шепотом и ходить на цыпочках. «Я прилягу на полчасика», — сказал отец, развязывая галстук. «Мне думается, что если б даже мир перевернулся вверх тормашками, отец все равно после обеда прилег бы вздремнуть на полчасика». Кстати, я полностью наследовал эту его привычку. Говорю те же слова и также развязываю галстук перед тем, как растянуться на тахте. Настенька подала ночные туфли, вышитые бисером. «Отдыхайте, барин. Все приготовлено», — опять прошептала она. «Пожалуйста, Толя, не вертись возле окон». «Хорошо. Поле дура, как тебе известно». Отец притворил за собой дверь спальной. «Тут из пушков по нас стреляет, а они спать. Бесстрашные какие-то». «Спускайтесь, Настенька, в подвал», — предложил я. «Да нет, у меня посуда не вымыта». Она прошла в кухню на цыпочках. Артиллерийский пулеметный и ружейный огонь усиливался с каждой минутой. Я нашел в ящике письменного стола перламутровый театральный бинокль и, протерев стекла замшевой полоской, засунул его в нижний карман френч. «Куда это вы собрались, Анатолий Борисович? В театр, Настенька, в театр. Сегодня очень интересный спектакль у нас в Пензе. Бой на Казанской улице». «А что на это барин скажет? Ничего не скажет. Папа уже спит». В задний карман синих диагоналевых бриджей я положил маленький дамский браунинг. Его пульки были величиной с детский ноготь на мизинце. Более грозного оружия в доме не оказалось. «Пойду все же прислушаюсь, а вдруг барину не спится. Этого быть не может. Дайте-ка мне, Настенька, папирос побольше для товарищей». Вернувшись с папиросами, она прошептала «Уснули, как безгрешное дитё посапывает». «Вот и превосходно». Со спокойной душой я полез на чердак защищать социалистическую революцию. Красноармейцы почему-то не послали меня к чёрту. Только один большой рыжебородый с отстреленным ухом добродушно пошутил, остужая пулемёты из настиного зелёного ведра. «И бородавка телу прибавка». Это точно поддержал его молодой пулемётчик. И закурил мою папиросу. Вдруг снизу с улицы донёсся голос отца. «Анатолий!» Говорят, сердце матери, а отца? «Вот им, этим сердцем отца, он, очевидно, почувствовал, что я вышел на улицу. И сразу же, накинул пиджак, пошёл вслед за мной, чтобы вернуть сыночка под защиту кирпичных стен. «Анатолий!» «Что, папа?» «Ты стреляешь?» «Нет». «А что делаешь?» «Смотрю в бинокль». Товарищи, — обратился отец к красноармейцам. «Он вам нужен?» Молодые молчали, а большой безухий опять пошутил с добрым глазом. «Ни дудочка, ни сопелочка!» Это, думается, относилось ко мне. Улица была мёртвой, и только со шмелиным жужжанием, совсем не страшным, я бы даже сказал мирным, лирическим, летали невидимые пули, белые, со стороны вокзалов, красные от собора. В таком случае Анатолий скомандовал отец. «Немедленно марш домой!» Это были последние папины слова. Через секунду, истекая кровью, он лежал на пыльных булыжниках мостовой. «Такая уж судьба!» — глухо сказал Рыжебородый. «Такая стерва!» И под его грузными сапогами заскрепели чердачные ступеньки. Пуля попала в пах левой ноги. Кровь била из раны широкой струёй. Мы с Рыжебородым осторожно перенесли папу в дом и положили на узкий диван в гостиной. Настя стояла, как деревянная, прижав обе ладони к щекам. Рыжебородый туго перевязал рану тремя полотенцами. Они сразу стали буробагровыми. Папа не стонал. Тяжёлые восковые веки закрывали глаза. «Да не пужайся ты, не пужайся!» «Без памятствия, батя!» «Твой!» «Это, милый, из того, что крови много повытекло!» Успокаивал Рыжебороды. «То-то ведь самое толстое жило проходит!» «Артерия ей, значит, звать её!» «Я распорядился!» «Дай-ка, Настенька, ещё полотенцев!» «Из меня тоже как будто вытекала кровь широкой струёй!» «А тебе, милый, слетай-ка поблизости в пожарную часть!» «Может, тебе и дадут лошадь с телегой!» «Надобно твоего батю лазарет весть!» «Я без надежды, без веры в спасение выбежал из дома, пули жужжали!» Рыжебороды кричал «Догонку к стенкам прижимайся! К стенкам! Слышь! К стенкам!» Я продолжал бежать посреди мостовой. Губы беззвучно молили, повторяя «Убей меня! Меня тоже убей! Убей!» Но я был твёрдо уверен, что ни одна пуля не сжалится надо мной, не будет ко мне милосердно, не положит меня на месть. Белые чехословаки занимали первые дома нашей улицы. Пожарная часть находилась за углом, через площадь. Брандмайор оказался отзывчивым человеком. Он приказал запряги Петрович им лебедя. Это был четвероногий скелет, обтянутый чем-то грязным. Скелет с хвостом и жалкими клочьями гривы. «А вот человека, простите, я не могу посылать на убой!» Извинился Брандмайор. «Вам уж придётся самому править. Да, да, спасибо!» Глаза у скелета были бесконечно усталые и печальные. Брандмайор на прощание ласково похлопал его по обвисшему заду. Но и к этому четвероногому лебедю свинцовая пуля не пожелала стать милосердной. Она и ему не даровала того длинного и заслуженного отдыха, которого лошади боятся так же, как и люди. Когда на красной пожарной телеге я с грохотом подъехал к дому, папа уже был мёртв. Настя плакала и не вытирала слёз. Пулемётчики отступили. Я подошёл к дивану, тихо лёг рядом с папой, обнял его. И так вместе мы пролежали конец этого дня, ночь и всё утро. Прощай, Пенза. Прощай, моя толстопятая. Прощай, юность. Вероятно, в старости ты покажешься мне счастливой. Прощай. Нет, папа, я не прощаюсь с тобой. Я не уйду от тебя и никуда не уеду. Мы не расстанемся, я не могу этого сделать. И чувствую, что никогда не смогу. Ты был моим первым другом, прекрасным другом, и ты остался им в моей душе. Вероятно, у меня будут ещё друзья, большие, хорошие друзья, потому что по природе своей я склонен к дружбе, направлен к ней, обращён и раскрыт. А вот к родству по крови не направлен и не раскрыт. Для меня существует только избирательное родство. Так назвал это мой любимый автор XIX века. С ранних лет отец являлся для меня родственником и избирательным. Тут было удивительное, счастливое и очень редкое совпадение. Отец и друг. За полвека, за полсотню соображающих лет я достаточно насмотрелся на людей. И теперь могу сказать с уверенностью, не слишком это часто случается, чтобы отец и сын были настоящими друзьями, такими как мать с дочерью или брат с сестрой. Москва. Серёжа Громан, как было сказано, разъезжает по голодным улицам в огромной машине конреечного цвета, реквизированной у охотно-рядского купца. А глаза города, как пылающая печь. И голос, как у бури. И впалые щёки, как у пророка, питающегося саранчой. Ко дню первой годовщины Великой Социальной Революции композитор Реварсавр, то есть революционный Арсений Абрамов, предложил советскому правительству свои услуги. Он сказал, что был бы рад продирижировать героической симфонией, разумеется, собственного сочинения. Адей исполнит её гудки всех московских заводов, фабрики паровозов. Необходимую перестройку и настройку этих музыкальных инструментов взялся сделать сам композитор при соответствующем мандате Совнаркома. У Реварсавра было лицо Фавна, увенчанное золотистой гривой, даже более вдохновенной, чем у Бетховена. Итак, зеленоватые глаза Фавна впились в народного комиссара. Слово за вами, товарищ Луначарский. «Это было бы величественно», — сказал народный комиссар. И вполне отвечало великому празднику. «Не правда ли?» «Я немедленно доложу о вашем предложении товарищу Ленину. Благодарю вас». «Но признаюсь», — смущенно добавил Луначарский, он не любил отказывать. «Признаюсь, я не очень уверен, что товарищ Ленин даст согласие на ваш гениальный проект. Владимир Ильич, видите ли, любит скрипку, рояль». «Рояль — это интернациональная балалайка», — перебил возмущенный композитор. «Конечно, конечно, но...» И народный комиссар беспомощно подергал свою рыжеватую бородку. «Эту балалайку с педалями я уж, во всяком случае, перестрою». «Пожалуйста, товарищи, пожалуйста». Луначарский поднялся с кресла, разгневанный реворсавр также. «Надеюсь, Савнарком не может мне этого запретить?» «Боже упаси!» «Прощайте!» «До свидания!» Анатолий Васильевич поспешил крепко-крепко пожать ему руку. «Если вам, товарищ Реворсавр, понадобится от меня какая-нибудь бумажка для революционной перестройки буржуазного рояля, конечно, понадобится. Весь к вашим услугам». «Премного благодарен». «Впоследствии, примерно года через полтора, я с друзьями и маженистами, с Есениным, с Шершеневичем, с Рюриком Ивневым и художником Жоржем Якуловым восторженно слушал в стойле Пегаса ревопусы Реворсавра, написанные специально для перенастроенного им рояля. Обычные человеческие пальцы были, конечно, непригодны для исполнения рев-музыки. Поэтому наш имаженистский композитор воспользовался небольшими садовыми граблями. Это не шутка и не преувеличение. Это история и эпоха. Свои ревопусы номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять, номер шесть, номер семь и так далее Реворсавр исполнял перед коллегией Наркомпрос. «Ты, Арсений, сыграл все восемнадцать ревопусов?» «Конечно». «Бессировал?» «Нет, это было собрание невежд». «Воображаю. Представь, Анатолий, у них у всех довольно быстро разболелись головы», он говорил мрачно, без юмора. «Они сжирали пирамидон, как лошади». «Несчастный идеалист», — воскликнул Есенин. «На кой черт ты попер к ним, к этим чинушам?» «Понимаешь ли, Серега, Луначарский набыдовал мне столько внушительнейших бумажек?» «Я хотел отблагодарить его». «Я отблагодарил своими ревопусами?» «А чем же еще?» «Не колбасой же и селедками». «Да, к сожалению, продовольствием ты, милый, не очень богат». «Но буду, когда человечество поумнеет». «А у Анатолия Васильевича тоже разболелась голова?» спросил Шершеневич. «Вероятно, он держался довольно стойко, человек тренированный, закаленный». «И глаза Фавна сверкнули». «На ваших стихах закалился». «Несколько позже» «Реварсавр, уже как Арсений Авраамов, написал книгу «Воплощение» «Об Есенине и обо мне». «На первом листе в качестве эпиграфа было напечатано «Вас, веру, мою исповедую». 1919 год. В Архангельском районе противник превосходящими силами с артиллерийской подготовкой ведет наступление на наши позиции. «Одесса занята французами и добровольцами». «Город разбит на четыре участка – французский, 156-я дивизия, африканский, зуавы, польские легионеры и добровольческий». На Ревельском направлении появились на фронте новые белогвардейские отряды в черных касках с белыми крестами. Эти отряды организованы местными баронами при ближайшем участии англичан. Из Баку в Батум проследовал эшелон английских войск. Центром воссоздания Белой России назначается Харьков. Для борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности создается Московская чрезвычайная комиссия. Французский министр иностранных дел Пишон заявил, «Мы намерены отстаивать в России наши права, нарушенные большевиками». Английские адмиралы заявили, что они будут без предупреждения расстреливать всякое судно, имеющее на вымпеле красный флаг. В связи с чрезвычайным переполнением московских тюрем и тюремных больниц, цепной ТИФ принял там эпидемический характер. Утвержден закон об учреждении Донского правительствующего сената, две трети которого составлены Красновым из бывших царских сенаторов. В Сибири в каждой губернии Колчаком назначен генерал-губернатор из старых царских генералов. Признать Советскую Республику угрожаемой посыпному ТИФу. Запасы нефти на Московской электрической станции почти совершенно иссякли. Установлено новое движение трамвайных вагонов. Линии 1, 3, 5, 8, 11, 13, 18 и 19 отменяются. Коллегия горпродукта постановила продажу часов отменить. Работники советской власти в провинции часто бывают в безвыходном положении. Надо представить смету в 10 экземпляров, а бумаги нет. Постановлено в Москве прекратить подачу потребителям электричества с 11 часов вечера. С 10 января хлеб в Петрограде выдается населению по прежней норме. То есть по первой категории по полфунта, по второй по четверти и по третьей по одной восьмой фунта на день. Объявляется на 5 и 6 января сего года всеобщая обязательная повинность по очистке площадей, улиц, тротуаров и бульваров Москвы от снега. И так далее в том же роде. Это из газет за первую неделю января. Бонч Бруевич рассказывает. В 1919 году в Кремле красноармейцами был устроен литературно-музыкально-вокальный вечер, на котором, между прочим, должна была выступить артистка Гзовская. Ленин решил пойти послушать и пригласил меня пойти вместе с ним. Мы сели в первый ряд. Гзовская задорно объявила «Наш марш» Владимира Маяковского. Артистка начала читать, то плавно ходя, то бросаясь по сцене. Она произносила слова этого необыкновенного марша. «Бейте в площади бунтов топот, выше гордых голов гряда. Мы разливом второго потопа перемоем миров города». «Что за чепуха?» — воскликнул Владимир Ильич. «Что это, мартабря какой-то?» И он насупился. А то, не подозревая, какое впечатление стихи производит на Владимира Ильича, которому она так тщательно и так изящно раскланивалась при всех вызовах, искусно выводила. «Видите, скучно звезд небу, без него наши песни не бьем. Эй, большая медведица, требуй, чтоб на небо нас взяли живьем. И после опять под марш радости пей, пой. В жилах весна разлита, сердце бей, бой, грудь наша медь летавр». И остановилась, все захлопали, Владимир Ильич закачал головой, явно показывая отрицательные отношения. Он прямо смотрел на Кзовскую и не шевелил пальцем. «Ведь это же черт знает, что такое. Требует, чтобы нас на небо взяли живьем. Ведь надо же договориться до такой чепухи. Мы бьемся со всякими предрассудками, а тут, подите, пожалуйста, со сцены кремлевского, красноармейского клуба. Нам читай такую ерунду». И он поднялся. «Не знаком я с этим поэтом», — отрывисто сказал Владимир Ильич. «Если он все так пишет, его писание нам не по пути. И читать такие вещи на красноармейских вечеринках — это просто преступление. Надо всегда спрашивать артистов, что они будут читать на бис. Она под такт прекрасно читает такую сверхъестественную чепуху, что стыдно слушать, ведь словечко понять нельзя. «Бумбия какая-то!» Все это он сказал вслух отчетливо, ясно, и стал прощаться с устроителями вечера, окружившими его плотным кольцом. Наступила неожиданная тишина, и он, торопясь, прошел сплошной стеной красноармейцев к себе наверх в кабинет. Владимир Ильич долго помнил этот вечер. И когда его звали на тот или другой концерт, он часто спрашивал, «А они будут ли там читать нам их мауш?» Его задевало, что словом «наш» Владимир Маяковский как бы навязывал слушателям такое произведение, которое им не нужно. Его отрицательное отношение к Маяковскому с тех пор осталось непоколебимым на всю жизнь. Я помню, как кто-то упомянул при нем о Маяковском. Он только кинул один вопрос. «Это автор их мауша?» И тот же, прервав разговор, как бы совсем не желая ничего больше знать об этом глубоко не удовлетворявшем его поэте. Луначарский добавляет, «150 миллионов Маяковского Владимиру Ильичу определенно не нравились. Он нашел эту книгу вычурной штукарской». Да и по словам Горького, Ленин относился к Маяковскому недоверчиво и раздраженно. Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему, не то и мало понятно. Отношение как на ладони. Однако никому и в голову не приходило запрещать Маяковского, уничтожать Маяковского, зачеркивать Маяковского красным цензурным карандашом. Он продолжал издаваться, печататься, даже в ЦО. Выиграла ли от этого наша поэзия? Как будто выиграла. «Четырнадцать держав шло на нас мечом и огнем. Хлеба выдавали для первой категории по полфунта на день. А цензуры не было. Мы знали только РВЦ, то есть разрешено военной цензурой. Если никаких военных тайн поэт или прозаик не разглашал, этот штамп РВЦ ставили на корректурные листы без малейшей конетели. А уж за эпитеты, за метафоры и знаки привинания мы сами отвечали». В газете «Советская страна» была напечатана моя поэма «Магдалина». Одним из редакторов газеты был Борис Федорович Малкин, мой земляк по Пензе. Одновременно он заведовал и Центропечатью. Дня через три после выхода номера газеты с Магдалиной я зашел к нему в кабинет. «Доброе здоровье, Борис Федорович!» Он поднял на меня свои большие коричневые, всегда очень грустные библейские глаза и сказал пескливым голоском, столь же безнадежно грустным, как и глаза. «Здравствуйте, Анатолий! Садитесь!» «Побеседуем!» А перед дверью кабинета ждали приема два сотрудника Центропечати с желтыми папками для бумаг и несколько посетителей. Я спокойно сел в архиерейское кресло, еще не протертое советскими служащими, поэтами, писателями, журналистами и прочей богемой, приходящей к Малкину по делу и без всякого дела. «Вчера ночью Анатолий был в Кремле у Ильича!» грустно пропищал Малкин. «Он только что прочел вашу Магдалину!» Борис Федорович замолчал, а глаза его стали еще грустней. «Ладно, подумал я, мы тоже не лыком шиты, мы тоже умеем помолчать, когда надо, посмотрим, кто кого перемолчит». И я перемолчал Бориса Федоровича, хотя это было дьявольски трудно. Ильич спросил меня, сколько лет этому вашему поэту. Я Анатолий ответил, «Лет двадцать». Мне двадцать два года, Борис Федорович. «Неужели?» И он тоже добавил, как в таких случаях добавляют, почти все и почти всегда. «Да чего же быстро летит время?» «Как сейчас помню вас в Пензе. Помню тоненьким, хорошеньким гимназистикам светлой шинели. Вы явились ко мне в редакцию чернозема с синей тетрадочкой в руке. В ней были ваши первые стихи. А вот теперь, Анатолий, вы уже...» И Малкин опять замолчал. А на этот раз у меня не хватило выдержки, я хрипло спросил, что сказал Ленин на моей поэме. «Ничего». «Как ничего». «Но о вас, Анатолий, Владимир Ильич сказал, больной мальчик. Это все, да?» После этого Ильич сразу же заговорил о делах в центр печати. «Надо признаться, я очень обиделся на Ленина из-за больного и за мальчик. Черт побери, больной. Да у меня и насморка никогда не бывает. Мальчик, мальчик. Меня уже вся Россия читает и пол Европы, а он... Друзья знали, что я даже год тому назад бледнел от злости, когда в статьях или на диспутах меня называли молодым поэтом. После Малкинского разговора в Кремле советская страна напечатала обо мне две хвалебные рецензии о книжице «Витрина сердца», изданной еще в Пензе, и о Магдалине. Рецензентам, конечно, и в голову не влетело называть меня в них больным мальчиком. Хотя Малкин уже широко разнес по Москве свой разговор с Владимиром Ильичом о Магдалине. Я читала ваши стихи. Очень рада познакомиться. Не Критина, Анна Борисовна. Она протянула мне маленькую руку с ухоженными ноготками. Во всей Москве только она сама с важностью называла себя столь пышно Анна Борисовна. Этой осенью Нюша Некритина экзаменовалась в студию Камерного театра. Тут же за экзаменационным столом Алиса Коунин зачинила о ней двустишие «Как искры глазенки, как пух волосенки». Нюша Некритина приехала с Украины, где уже была знаменитой актрисой города Полтавы. Воссорженную рецензию о ее шумном полтавском бенефисе я довольно быстро выучил наизусть. Теперь в Москве на Тверском бульваре на сцене Государственного Камерного театра юная комиссаржевская, как назвал ее полтавский рецензент, тоже пыталась создавать большие человеческие характеры, созвучные нашей революционной эпохи. Три раза в неделю она самозабвенно танцевала в оперетке Лекока Жерафле-Жерафля и со страстью более чем достаточной для Джульетты играла бессловесного негритенка в ящике с игрушками Дебюси. Впрочем, это нисколько не умаляло ее положение в российском эстетском театре с мировой славой, так как в ящике все роли являлись бессловесными. Это была пантомима, очаровательная пантомима, но очаровательней всех в ней был негритенок. Так громогласно утверждал я направо и налево. Спорили со мной, возражали? Нет, никто. Но довольно часто спрашивали, между прочим, а как ее фамилия? Этот вопрос приводил меня в ярость. Вот она, современная интеллигенция, вот они, современные театралы, невежды, круглые невежды, варвары. даже не знает фамилии юной комиссаржевской. Моя первая любовь, Лидочка Арнацкая, если помните, была тоненькая и большеглазая. Однако в сравнении нет. Это, пожалуй, не дело предавать свою первую любовь. Придется обойтись без сравнения. Тем не менее, портрет моей будущей половинки мне нарисовать необходимо. В 1917 году в Киеве после приемных испытаний в Соловцовскую театральную школу режиссер Марджанов сказал, в первую очередь, знаете ли, необходимо принять ту, которой мало носа. В самом деле, у Нюши Некритиной его было не слишком много. Но Марджанов Марджановым, а вот дебелые молочницы из-под московских деревень, встречая ее на улице, смеялись ибо голос. Но больше всего меня огорчила одна вредная старуха с петухом в корзине. Увидев юную комиссаржевскую на углу Тверской и Газетного, когда та стремклава выскочила из железных ворот Нирзенцеевского дома, где жила со своей маленькой мамой, вредная старуха, прижав к груди корзину с петухом, презрительно взвизгнула. Ой, землячки, ой, люди, чертяка, чертяка, и со смаком плюнула в ее сторону. У Лидочки орнатской глаза были, как серебряные полтинники, у Нюши критиной, как Николаевские медные пятаки, почерневшие от времени. Это при голове похоже на мячик для лапты и принося, за который не ухватишь. Красное разлетающееся платьице, шелковый красный бюрет и балетные туфельки. По кривым московским улицам она не ходила, а как бы носилась на пуантах. Второго платьица не было, а вот бюрет был зелененький, из маминой старой кофточки. Прелестно, я, конечно, в этом не сомневался, но вредная старуха с петухом пожалуй, кое в чем была права. Очень мало общего с человеком. К месту упомянуть, что весь этот гарнитур, дыреты, платья и балетки были собственного изделия, чему не приходилось особенно удивляться, так как артистического жалования о духотворенной исполнительнице роли негритенка едва хватало, чтобы, разумеется, недосыто прокормить себя и маму. Ежедневное меню было несложным. Каша шрапнель и забронзовевшая селедка. Ее приходилось мочить не меньше трех суток, чтобы она стала относительно съедобной. Очень относительно. Однако такого полного единодушия, как среди молочниц и торговок петухами, к счастью, не было среди мужчин и дам, посещавших столичные премьеры и вернисажей. Одни заявляли чертовски хороша, другие форменная мартышка. А наиболее заинтересованное лицо хотело быть объективным и беспристрастным. Желание, пожалуй, столь же похвальное, как и безнадежное. Во всяком случае, лесть меня не устраивал. Форменная мартышка, как будто чертовски хороша, безусловно. Есенин мирно спал, над окном висела луна, похожая на желток крутого яйца. Ослепительно сверкала заснеженная крыша соседнего дома. Она казалась мне северной пустыней, потому что по ней криво петляли черные кошачьи следы. Они казались следами волчицы. В этом было что-то извечное. Ни один звук не проникал в комнату. Даже часы не тикали, так как у нас их не было. Я вскочил с кровати с восклицанием покойного папы Эврика и поднял вверх указательный палец. Она некрасивая красавица. «Кто?» Не открывая глаз промычал Есенин. «Нюша!» «Иди к черту!» Мне казалось, что мое это определение было объективным и беспристрастным. «Подожди, Сергон, не засыпай!» «Пожалуйста, не засыпай!» Но он уже залез с головой под одеяло. Было ясно, что его не больно взволновала моя Эврика. Я с грустью подумал, вот и разошлись интересы. И сердце защемило, правильно защемило. Между шестью и семью часами вечера к нам на Богославский приходил парикмахер Николай Севастьянович. Брил стриг и во всякий приход мыл шампунем голову Есенину, который любил, чтобы его волосы были легкими, золотистыми, а главное вьющимися, точнее волнистыми. По-осеннему кричит сова над раздольем дорожной рани, облетает моя голова, куст волос золотистый вянет. Нет, этого еще не было, но ведь поэты видят свое грустное будущее. Полевое степное кугу, здравствуй, мать голубая осина, скоро месяц, купаясь в снегу, сядет в редкие кудри сына, и месяц еще не собирался садиться в кудри вымытые шампунь. Друзья, приятели и добрые знакомые, зная о существовании домашней парикмахерской, нередко в этот вечерний час заглядывали к нам, чтобы навести красоту. Николай Севастянович являлся великим мастером своего дела. Острейшие ножницы сверкали в его правой руке, как белой молнии, а в левой трепетала черепаховая расческа. Вдохновенным пальцем Николая Севастяновича могли позавидовать и пианист, и ртуоз, скульптор, и хирург. От нашего куафера никто еще не уходил поглупевшим, какими обычно мужчины уходят из уличной парикмахерской. Никто еще от прикосновения его сверкающих ножниц не потерял своего природного характера и своеобразия. Хотя кое-кому очень не мешало бы что-то потерять. Как, например, жирному коротконогому критику громовержцу? Почему он бывал у нас? Да вероятно потому, что и мне и Есенину было лень дать ему в шею. Теперь я совсем не ленив на такие действия. Двери нашего дома крепко закрыты для тех, для кого закрыто и сердце. Мне кажется, это хорошее жизненное правило. черногривый гном женственный Рюрик Ивнев и Вадим Шершеневич, словно сошедшие с римской монеты времен августа, между шестью и семью пожаловали к нам. «Привет юным олимпийцам», сказал громовержец. «Привет клиентам», ответил Есенин, вытирая махровым полотенцем свои волосы, поскрипывающие от чистоты. А я неподвижно сидел в кресле, замотанный в простыню, как смирительную рубашку. «Великолепен был Ренцо, великолепней Марин Гофф», процитировал Шершеневич из моей новой поэмы. «Совершенно верно», небрежно согласился я. «Великолепней Марин Гофф», Вадим Шершеневич, постучал костяшками согнутых пальцев по моей будущей лысине и произнес тоном оракула. «А вот из этого места у нашего Лоренцо великолепного вырастут рога, если его, как последнего идиота, женит на себе какая-нибудь обезьяна слегка человеченная. иди к чертой матери, прорычал я, корчаясь в своей смирительной рубашке, ты мешаешь работать Николаю Севастьяновичу». «Нисколько», возразил маэстро. И он, как большинство людей, очевидно, любил поразвлечься за счет своих ближних. У величественной красивой мужской дружбы всегда найдется враг в лице пленительной женщины, а у любви, если она не ощущается мимолетной, целая шеренга врагов. И тем длиннее эта шеренга, чем больше друзей у мужчины, находящегося под угрозой тех неизбежных уз, которые в начале революции еще назывались узами гименея. Жирный громовержец поднял над головой короткую руку, как и большинство критиков, он был довольно умен чужими мыслями. «Древние греки», сказал громовержец, «эти истинные мудрецы считали, что против безумной любви есть два верных средства – голод и время. Если они не помогут, остается третье и последнее средство, самое верное – веревка. Веревка, привязанная в наше время к крюку для люстры». он сделал соответствующий жест вокруг моей шеи. Вся компания, приняв печальный вид, закивала головами, а Рюри Кивнев сказал тоненьким голоском, «Бедный, бедный наш Талинок! Ножницы Николая Севастьяновича сверкали над моей головой. Сидя в кресле, я чувствовал себя пригвожденным к кресту и стонал беззвучно, «Голгофа, Голгофа!» Впоследствии Велимир Хлебников стихотворение, посвященное мне, срифмовал эту Голгофу с Марингофом. Исторически срифмовал и пророчески. «Толя, друг мой, что ж ты молчишь?» сердечно спросил Есенин. «Ну, скажи хоть что-нибудь, миленький, скажи!» «Не надо!» «Пусть лучше молчит!» возразил громовержец. «Влюбленные не бывают мудрыми». Вероятно, и этот афоризм не принадлежал критику. Шершеневич встал со стула. «Бессмертный, я вторично прошу у вас слова». «Насколько минут?» спросил громовержец. Для него было нестерпимым мучением слушать других. Опять оседла в стул, Шершеневич придвинул его вплотную к моему креслу, чтобы я ни одной фразы не пропустил мимо уха. Для восстановления тишины Есенин лихо свистнул, заложив рот четыре пальца. «Известны ли вам бессмертные?» начал Шершеневич, что во время своего исторического путешествия Чарльз Дарвин посетил людоедов. Ознакомившись с их бытом и нравами, он спросил вождя каннибалов, «Сэр, почему вы кушаете преимущественно своих жен? уж лучше бы ели своих собак, разве они менее вкусны, чем леди?» Рассудительный вождь ответил, «Наши собаки ловят выдру, а женщины ни на что не годны, поэтому мы предпочитаем утолять им свой аппетит». Старейший из людоедов, желая быть гуманным в глазах европейца, мягко добавил, «Но перед тем, как поджарить женщину, мы ее обязательно душим». «Ах, как это мило!» воскликнул Рерик Ивнев своим девичьим голоском. «Не правда ли?» «Так вот, друзья», заключил Шершеневич, «я бы тоже обязательно душил женщин, которые разбивают большую мужскую дружбу». Этот разговор происходил осенью 1922 года, а женился я на Некретиной 31 декабря, то есть примерно через три месяца. Об этом событии я немедленно известил Настеньку. Довольно быстро по тому времени пришло от нее чудное письмо. «Родной Анатолий Борисович», писала она, «Любовь — это кольцо, а у кольца нет конца, чего и вам желаю с вашей любезной супругой Анной Борисовной». «Если бы меня спросили, кто родоначальник иммажинизма, я бы ответил, не задумываясь, Настенька. Иммажинизм родился в городе Пензе на Казанской улице. Исход первый иммажинистский сборник был отпечатан в губернско-пензенской типографии осени восемнадцатого года. «Вы слыхали, спрашивал я стихотворца Ивана Старцева, тоже окончившего Пензенскую Пономаревскую гимназию, вы слыхали, как сейчас сказала Настенька своей куме Степанине Петровне, которую супруг частенько вожжами учит? Нет, беда, говорит, не дуда, поигра в ней кинешь. Хорошо сказано. Стихи надо писать так, как говорит Настенька, образы, 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 корни иммажинизма. В библиотеке у отца, конечно, был и толковый словарь Даля. Этой книги, по-моему, цены нет. Какое богатство словесное, какие поговорки, пословицы, присказки и загадки. Разумеется, они примерно на одну треть придуманы Далем. Но что из того, ничего, важно, что хорошо придуманы. Этот толковый словарь в переплете, тесненным золотом, являлся не просто любимой книгой Настеньки, а каким-то ее сокровищем. Она держала его у себя под подушкой, читала и перечитывала каждодневно, как старовер Библию. От него отдали, и пошла эта Настена чудная русская речь. А когда она впервые приехала в Пензу, прямо из своей саранской деревни черные бугры, ничего такого и в помине не было, говорила Настенька, обычно, серовато, как все. В Москве поэты, художники, режиссеры и критики дрались за свою веру в искусство с фонетизмом первых крестоносцев. Трибуны для ораторов стояли в консерватории, в колонном зале бывшего благородного собрания, в политехническом музее, в трех поэтических кафе и на сценах государственных театров в дни, свободные от спектакля. Народные комиссары первого в мире социалистического государства и сребоволосые мэтры российского символизма Брюсов, Бальмонт и Андрей Белый самозабвенно спорили с юношами поэтами из Пензы и Рязани, возглашавшими эру образа и не менее горячо с несовершеннолетними поэтесами и знахичевани, верующими в ничего. Они так и назывались «ничевоками». «Я, товарищи, поэт, гениальный», с этой фразой любил начинать свои блистательные речи Вадим Шершеневич. И Маяковский примерно говорил то же самое. И Есенин, и я, и даже Рюри Кивнию своим тоненьким девическим голоском. В переполненных залах умные улыбались, наивные верили, дураки злились и негодовали. Оговорилось это главным образом для них, для дураков. «Гусей подразнить», пояснял Есенин. Древняя традиция, очень древняя. Иисус из Назарета еще посмелее был. Он собирался на крышу и объявлял «Я сын Бога, я сошел с небес». Евангелист замечает, что при этом зеваки обычно судачили. Не Иисус ли это сын плотника Иосифа? Ведь мы же знаем мать его и отца, как же он говорит, что сошел с небес. И четыре родных брата сошедшего с небес, Яков, Иосиф, Иуда и Самсон, тут же мозолили глаза. Даже нехитрые доверчивые ученики Иисуса, опять же, по словам евангелиста, очень удивлялись, как, мол, такое можно слушать. Значит, хочешь, не хочешь, а надо признать, что мы со своим явители поэт гениальный, не очень-то были оригинальные и храбрые. Если маленькая стойла пегаса не вмещала толпу, кипящую благородными страстями, Всеволод Эмильевич Мейерхольд скакивал на диван, обитый красным рубчатым плюшем, и подняв высоко над головой ладонь жест эпохи, заявлял, товарищи, сегодня мы не играем, сегодня наши актеры в бане моются. Милости прошу, двери нашего театра для вас открыты, сцена и зрительный зал свободны, прошу пожаловать. Жаждущие найти истину в искусстве широкой шумной лавиной катились по вечерней Тверской, чтобы заполнить портер, ложи и ярус. Если очередной диспут был платным, сплошь и рядом эскадрон конной милиции опоясывал общественное здание. Товарищи с увесистыми наганами становились на места билетерш, смытых разбушевавшимися человеческими волнами. О таких буйных диспутах, к примеру, как разгром левого фронта, вероятно, современники до сих пор не без увлечения рассказывают своим дисциплинированным внуком. В колонны зал на разгром сел Мейрхольд, назвавший себя мастером, привел не только актеров, актрис, музыкантов, художников, но и весь подсобный персонал, включая товарищей, стоявших у вешалок. Следует заметить, что в те годы эти товарищи относились к своему театру несравненно горячей и преданней, чем относятся теперь премьеры и премьерши самыми высокими званиями. К колонному залу Мейрхольдовцы подошли стройными рядами. Впереди сам мастер чеканил мостовую выверенным командорским шагом. Вероятно, так маршировали при императоре Павле. В затылок за Мейрхольдом шел знаменосец, бихрастый художник, богатырского сложения. Имя его не сохранилось в истории. Он величаво нес длинный шест, к которому были прибиты ярко-красные лыжные штаны, красиво развивающиеся в воздухе. У всей этой армии Левого фронта никаких билетов, разумеется, не было. Колонна был взят яростным приступом. На это ушло минут двадцать. Мы были вынуждены начать с опозданием. Когда я появился на трибуне, вихрастый знаменосец по знаку мастера высоко поднял шест. Красные штаны засмеились под хрустальной люстрой. «Держись, Толя, начинается», сказал Шершеневич. В эту же минуту затрубил рог, затрещали трещотки, завыли сирены, задребежали свистки. Мне пришлось равнодушным видом, заложив ногу на ногу, сесть на стул возле трибуны. Публика была в восторге, скандал ее устраивал значительно больше, чем наши сокрушительные речи. Так проходил весь диспут. Я вставал и присаживался, вставал и присаживался. Есенин, засунув четыре пальца в рот, пытался пересвистать примерно две тысячи человек. Шершеневич философски выпускал изо рта дым классическими кольцами, а Рюри Кивнев лорнировал переполненные хоры и портер. Я не мог не улыбнуться, вспомнив его четверостишие модные накануне революции. Я выхожу из вагона и лорнирую неизвестную местность, а со мной всегдашняя бонна моя будущая известность. Накурил папиросу, Шершеневич кисло сказал, разгром не состоялся. Нашего блестящего Цицерона это слегка огорчило. Надо было утешить его. Не горюй, Дима, мы сразу объявим второй диспут в Большом Зале Консерватории. Правильно, другого выхода нет. На этот раз на афишах стояло мы его, то есть Мейерхольда. Мелкой рысцой на доисторическом извозчике подъехал мастер к зданию на Никитской. Рядом с ним гордо сидела Зинаида Райх. Брошенная Есениным, она стала женой вождя Левого фронта, который в спешном порядке делал из этой скромной сов служащей знаменитую актрису. А где же свистуны удивленно спросил я у нашего администратора. Где левая армия под красными штанами? Сегодня у него в театре идет спектакль. Занята почти вся трупа. Со счастливым видом отвечал степенный администратор. «Нам повезло, Анатолий Борисович. Великолепно!» Бедный Мейрхольд левой рукой прикрывал от ветра привязанную щеку, а правой отстегивал облезлую полость. Усел до Емельевича флюс. Очень болят зубы. Грустно сообщил мне угодливо вертлявый рецензентик из Мейрхольдовского лагеря. Вот так камуфлет. Но как же его драконить? Такого несчастного с флюсом? Шершеневич, как Анатема в Мхате, скинул правую бровь. Очередной был Аган Толя. Головой ручаясь, никакого флюса у него нет. А вот актер он все-таки замечательный. Администратор кивнул. На жалость берет. Не столько вас, друзья мои, сколько публику. Расчет тонкий, психологический. Купив билеты у перекупщика, Мейрхольд, расслабленный походкой, больного старика, вошел в зал, тяжело опираясь на руку Зинаиды Райх. А ну-ка, Боря, сказал я своему приятелю Глубоковскому, сорви ненароком черную тряпицу с его физиономией. Есть. И через несколько минут он уже победоносно ею помахивал. Само собой, никакого флюса у Мейрхольда и в помине не было. Можно начинать, осведомился степенный администратор. Сеудо Эмильевичу фокус не удался. Начинайте. Заложив руки за спину, администратор вышел на сцену и с профессорской важностью произнес. Слово принадлежит Анатолию Мариенгофу, члену ЦК и Маженистского ордена. Мейрхольд опиум для народа. На одном из театральных диспутов Майковский сказал с трибуны, обтянутой красным калинкором. У нас шипят о Зинаиде Райх. Она, жена Мейрхольда и потому играет у него главные роли. Это не тот разговор. Райх не потому играет главные роли, что она жена Мейрхольда. А Мейрхольд женился на ней потому, что она хорошая актриса. Отчаянная чепуха. Райх актрисой не была ни плохой, ни хорошей. Я прошла советские канцелярии, в Петрограде канцелярии, в Москве канцелярии, у себя на родине в Орле военные канцелярии и опять московская. А в канун романа с Мейрхольдом она уже заведовала каким-то внушительным отделом в каком-то всесоюзном департаменте. И не без гордости передвигалась по городу на паре гнидых. зима большую никитскую словно кровать застелил снег. Застелил будто простыней отлично выстиранный. Тротуары как на крахмалиной похрустывали под ногами. Из окна нашей книжной лавки Есенин с лирической грузцей поглядывал на улицу. Вдруг ух извини подвинься Зинаида и проводив насмешливым взглядом ее крылатые сани он запел как старая цыганка пара гнидых запряженных с зарею тощих голодных и жалких на вид тихо плететесь вы мелкою рысцею и возбуждаете смех у иных. Не любя Зинаиду Райх что необходимо принять во внимание? Я обычно говорил о ней это де белая еврейская дама. Щедрая природа одарила ее чувственными губами на лице круглом как тарелка. Одарила задом величиной с громадной ресторанной поднос при подаче на компанию. Кривоватый ноги ее ходили по земле а потом и по сцене как по палубе корабля плывущего в качку. Вадим Шершеневич в одной из своих рецензий после очередной Мейерхольдовской премьеры нагло скаламбурил. Ах, как мне надоело смотреть на арахитичные ноги. Эпоха к счастью была не чересчур деликатной. Во второй рецензии он написал еще наглей, конечно, очень плохо играла Зинаида Райх. Это было ясно всем, кроме Мейерхольда. Муж, как известно, всегда узнает последним. На следующий день, после неотпразднованной свадьбы, Мейерхольд спросил меня, мы снова стали приятелями, «Как ты думаешь, Анатолий, она будет знаменитой актрисой? Кто? Зиночка?» Я вытаращил глаза. «Почему актрисой, а не изобретателем электрической лампочки?» Тогда по наивности я еще воображал, для того, чтобы стать знаменитой актрисой, надо иметь талант, страсть к сцене, где-то чему-то учиться, а потом лет пять говорить на сцене кушать подано. Мейерхольд вздернул свой сиранодебержираковский нос. Талант? Ха, ерунда! И ткнул себе пальцем в грудь, что сначала надо иметь мужем Севолда Мейерхольда. Вот что надо иметь, понял? И все. Мастер оказался прав. Я бы добавил еще полезно иметь дуру публику. Примерно так же Мейерхольд относился, по крайней мере, на словах и к драматической литературе. Причем тут пьеса? Что такое пьеса? Дай мне справочник «Вся Москва» или телефонную книжку, и я сделаю гениальный спектакль. Хорошая актриса Зинаида Райх, разумеется, не стала, но знаменитой бесспорно. Своё чёрное дело быстро сделали. Во-первых, гений Мейерхольда, во-вторых, её собственный алчный зад, в-третьих, искусная портниха, резко разделившая этот зад на две могучие половинки. И, наконец, многочисленные ругательные статейки. Ведь славу-то нехвалебные создают. Кому они интересны? Это бы давно надо понять нашим незадачливым критикам. Про всю Москву и телефонную книжку Мейерхольд охотно говорил, оставил маскарад, ревизор, лес, доходное место, смерть Тарелкина. Наконец, как и следовало ожидать, он задумал Гамлета. Одним из первых Мейерхольд рассказал об этом Есенину и мне. Чертовски интересно, сказал я. Думается, Всеволод даже поинтереснее, чем ставить телефонную книжку. А Есенин перекрестил члена партии. Валяй, Всеволод, благословляю. В скорости Мейерхольд собрал главных актеров и кратко поделился с ними замыслом постановки. Главный администратор спросил, а кто у нас будет играть Гамлета? Не моргнув глазом, мастер ответил, Зинаида Николаевна. Актеры и актриса переглянулись. На все другие роли заключил он. Прошу подавать заявки, предупреждаю, они меня ни к чему не обязывают, но может случиться, что некоторые подскажут то, что не приходило мне в голову, то есть ад абсурдум. В нашем искусстве, как и во всех остальных, это великая вещь. Если Станиславский был богом театра, то Мейерхольд его сатаной. Но ведь сатана это же тот же бог, только с черным ликом, не правда ли? Как мы знаем по истории прекрасного, в предшествующую эпоху, некоторые стоящие служители мусы, грации, даже предпочитали иметь дело с ним, с сатаной, считая его умней, дерзновенней, справедливей, а потому и выше бога. Один из лучших артистов Мейерхольдовской труппы, к тому же и самый смелый, неожиданно спросил мэтра. Зинаида Николаевна, значит, получает роль Гамлета, по вашему принципу, ад абсурдум? Собрание полугениев затаило дыхание. А Мейерхольд взял вид, что не слышит вопроса этого артиста с лицом сатира, сбрившего свою козлиную бородку. В полном согласии с Богом, то есть с Константином Сергеевичем Станиславским, я совершенно не переношу на сцене кривляющихся актеров под видом гротеска и ставлю на высшую ступень тех, которые могут довести острейший характер до абсолютной правды. Редчайший случай. Артист, спросивший мастер Зинаиде Николаевне, нередко бывал очень смешным в сценах трагических и горестным до слез, подступающих к горлу смешных. Редчайшее дарование. Не получив ответа, этот артист поспешно вынул из карвана вечное перо и написал заявку на роль Афелии. Результат? Ну, конечно, Мейерхольд выгнал его из театра. Этот артист впоследствии везде ругательски ругал Мейерхольда, но всегда делал это сияющими глазами, потому что подтекст неизменно был один и тот же, а все-таки я его боготворю. Однажды Вселоват Эмилевич с Зинаидой Николаевной приехали в Рим. Вечный город был напоенный стомой. В каком-то чрезвычайно античном месте они стали целоваться слишком горячо для таких близких знакомых. И вот вышла неприятность с полицией, которая даже в Италии представляется любящей целомудрие и добрые нравы. Русские артисты не говорили по-итальянски, а полицейские итальянцы по-русски. Не слишком молодой женщине и почти старику пришлось документально доказывать в участке, что они супруги. Совершенно законные засвидетельствовал переводчик эмигрант. Пораженные полицейские долго и крепко пожимали руки супругам любовникам. Муж целуется с женой? На камнях со своей собственной женой? Жена целуется с мужем? Со своим собственным мужем? Нет, заверяли блюстители добрых нравов. У нас у итальянцев этого не бывает. Ах, русские, русские. растроганные полицейские отвезли в отель на своей машине Всеволода Мельевича и Зинаиду Николаевну. В том же Риме, в доме нашего посла Платона Михаиловича Керженцева, Мейрхольд рассказывал о философском замысле постановки Гамлета, о понимании шекспировских характеров, о режиссерском решении всей трагедии и отдельных сцен. Ему благоговейно внимала небольшая избранная компания. Так, пишут салонные романисты. Надеюсь, товарищи, сказал мастер. Вы все помните гениальную ремарку финала трагедии «Траурный марш уносят трупы пальба». Конечно, товарищи, мы воплотим ее беспрекословно на нашей сцене. Творческая воля великого драматурга для меня не только обязательна, но и священна. Избранная компания благоговейно зааплодировала. Мастер спросил, «Быть может, кто-либо из товарищей хочет задать мне вопрос или вопросы?» «Разрешите, Всеволод Эмильевич», откликнулся посол. «Пожалуйста, Платон Михайлович, я буду счастлив ответить». «Дорогой Всеволод Эмильевич, вы сейчас с присущим вам блеском рассказали нам решение целого ряда сцен, даже, казалось бы, третьестепенных. Но...» И посол улыбнулся своей лисией улыбкой. «Но...» «Неужели я упустил что-либо существенное?» с искренней тревогой спросил Мирхольд. «Всеволод Эмильевич, дорогой, вы забыли нам рассказать, как вы толкуете, как раскрываете, какие нашли решения для знаменитого монолога Гамлета «Быть или не быть?» Вся маленькая избранная компания как бы выдохнула из себя. «Да, да, быть или не быть, умоляем, Всеволод Эмильевич». Хотя вряд ли многие из них помнили вторую строчку бессмертного монолога. «А-а-а, это!» небрежно бросил Мирхольд. «Видите ли, товарищи, я вычеркиваю гамлетовский монолог». И мастер сделал небольшую паузу, чтобы насладиться впечатлением от своего ошарашивающего удара. «Да, товарищи, я вычеркиваю его целиком, как место совершенно лишнее, никому ничего не говорящее». «Что?» вырвалось прямо из сердца Марии Михайловны супруги посла. «Поверьте, товарищи, этот монолог триста лет по недоразумению, считающийся гениальным, тормозит действие». Почти все сконфуженно закивали головами. Кроме того, он всего лишь точное переложение в белые стихи, отрывка из философского трактата о меланхолии, очень модного в ту эпоху. Тут избранное общество просто замлело от эрудиции мастера, действительно прочитавшего побольше книг, преимущественно переводных, чем провинциальные режиссеры, которым приходилось два раза в неделю представить новую пьесу. «Вы, товарищи, вероятно, не согласны со мной?» тоном примерной скромности спросил Всеволод Эмильевич. «Вы считаете, аплодисменты не дали Мейерхольду договорить?» только Мария Михайловна простодушно шепнула на ухо своему соседу в военном этаже. «Он просто издевается над нами!» Супруга посла и в роскошном вечернем туалете от Пуаре осталась сельской учительницей из самой скудной полосы царской России. «Тише, Мария Михайловна!» испуганно ответил сосед. Он не хотел показаться невеждой. «О, я таки вижу Мейерхольда на примере Гамлета, к сожалению, не состоявшийся. Вот он сидит на некрашенном табурете, как сатана Антокольского на утесе и царапает кулису длинным ногтем. Это в том случае, если постановка была бы решена в конструкции. Вероятно, Полоний играл бы Игорь Илинский. В моем воображении возникает следующая несуществленная сцена. Полоний, вот он идет, милорд, уйдемте прочь, скорей! Входит король Полоний, входит Гамлет. Наш сатана спрыгивает с табуретки, как Поинтер делает стойку. Зрительный зал замирает. Два часа он с трепетом ждал. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Что благородней для души терпеть судьбы обидчицы удары, стрелы, или против моря бед вооружаясь, покончить с ними, умереть, уснуть, а вместо этого на выкусить товарищ публика. И сатана самого передового театра на земном шаре показывает зрителям нахальный шиш с маслом. Есть от чего прийти им в восторг. И будущий зал ахаит, а сатана уже сидит на некрашенной табуретке, самодовольно вздернул свой абсолютно неправдоподобный нос. Очень обидно, что эта поучительная картина оказалась только в моем воображении. Невероятно грустно, что Мейрхольду не довелось осуществить постановку Гамлета, пусть даже с Зинаидой Райф в роли принца датского. «Спасибо, что мастер показал горе от ума, то бишь горе уму», как похуже сначала назвал Грибоядов свою комедию. Мейрхольд всегда поступал по украинской пословице «нехай будегирше абы инше», что значит «хуже да иначе». А ведь это великое дело. Без него, без этого инше, все искусство, да и жизнь тоже на одном бы топталась вместе. Скучище-то какая! Нередко, впрочем, у Сеода Эмильевича бывали не только Гирше, а и Краща. Сотню лет к ряду Чацкий являлся чуть свет перед Софьей этаким кудрявым красавцем. Будто он выпорхнул прямехонько из-под горячих щипцов коафер и уж, конечно, вывощенным проутюженным щеголем, как говорится, с иголочки. Словно до Мейрхольда все режиссеры читали книгу, а видели фигу. Чацкий-то что рассказывает? «Я «Я «Сорок «Часов «Глаз «Мига «Неприщуря, «Верст «Больше «Семисот «Пронесся, «Ветер «Буря «И «Растерялся «Весь «Семисот 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 «Волдорожный «Зипун «Подбитый «Белым «Бараньим «Мехом. «Сколько «Психологии! «Какая «Правда! «Умная, «Грубоватая «Правда, «Не «Притят «Раленная «Бессмысленным «Фрачком «В «Корсет «Ную «Италию! «И «Какое «Знание «Горячего «Благородного «Семисот 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 В высшей степени необразованным москвичом всю жизнь свою только кричавшим об европейском образовании с чужого голоса. И, пожалуй, попреки Пушкину, который был не слишком высокого мнения об его уме, потому что первый депризнак умного человека с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловым и тому подобным. Не прав Пушкин, и самые умные люди частенько мечут бисер перед болванами. В мир Хольда Чацкого играл Эрастгарин, совсем уж не первый любовник, и нос с нашлепкой, волосы, не кудри черный до плеч. Но в голове была мысль, и был человеческий огонь в глазах, хотя они не являлись черными агатами. Куда там? Эрастгарин незадолго до того полюбился Москве в мещанском сынке Гулячкине из Мандата. Комедия не только смешной, но и насмешливой. Она принадлежала Перу Николая Эрдмана, нашего юного друга, тоже имажиниста. Он пришел к нам из Сокольников с медной бляхой реалистом на лаковом ремне. Мать его, Валентина Борисовна, была почти немкой, а отец, Роберт Карлович, самым чистейшим немцу со смешным милым акцентом. Из всех честных, трудолюбивых. Немцев-мастеров, которых так любовно писал Лиско в своих повестях и рассказах. Эрдмановские синие брюки, без пятнышка и всегда в классическую складку, мы называли зеркальными. Право, если бы их повесить на гвоздь и в соответствующее место глядеть, можно было бы не только прическу сделать, но и без особого риска побриться безопасной бритвой. Очень уж милым носом наградила мать-природа Николашу Эрдмана под стать Гулячкину. С этой-гаринской нашлепкой и еще с ямочками на щеках. И небольшими умными глазами, чуть-чуть не черными. Совсем черные редко бывают умными. И широкоплечий, спортивной фигурой, когда и руки, и ноги в меру. Совсем этим Эрдман так и лез в душу, как в мужскую, так и в дамскую, что приносит всегда удовольствие, но не всегда счастье. Несколько беспокойно это. Вначале он подстал от нас в славе, так пышно называли мы свою скандальную известность. Пришли мы к ней путями многими, путями нелегкими. Доводилась темной осенней ночью даже московские улицы переименовывать. Отдирали до щечки Кузнецкий мост и приколачивали улица и мажениста Есенина. Отдирали Петровка и приколачивали улица и мажениста Мария Ингофа. Председатель Московского совета Каменев, похожий лицом на Николая Второго, потом журил меня. Но зачем же Петровку обижать было? Нехорошо, нехорошо. Название историческое. Уж переименовали бы Камергерский переулок. А в предмайские дни мы разорились на большие собственные портреты, обрамленные красным калинкором. Они были выставлены в витринах по Тверской от охотного ряда до Страстного монастыря. Нелишенные юмора за бумаги тех дней охотно шли нам навстречу. — Постал, Николаша, в славе! — огорчался Есенин. — Постал. И быстро придумал. Ты, Николаша, приколоти к памятнику свобода, что перед мостсоветом, здоровенную доску и маженисту Николаю Эрдману. — На памятник эта женщина в древнеримской рубахе, — задумчиво возразил Эрдман. — А я как будто мужчина в брюках, да еще в зеркальных. — Это совершенно неважно, — заметил Есенин не без резона. — Доска твоя все равно больше часа не провисит, а разговор будет лет на пять, и только бы чекушку тебя за это не посадили. То-то я, но, — почесал нашлепку на носу ему женист Эрдман, — что-то не хочет за мне в чекушку. Уж лучше буду незнаменитым. Тем не менее, через несколько лет он туда угодил за свои небезызвестные басни с подтрунивающей политической моралью. Угодил сначала в эту самую чекушку, а потом и на далекий север, в Енисейск, в Томск. Оттуда все письма к матери милейшей Валентине Борисовне он подписывал так — «Мамин-тире-сибиряк». А во времена лакового пояса с медной бляхой реального училища Коля Эрдман писал лирические стихи, к примеру. Все пройдет и даже месяц сдвинется, и косу заплетет холодная струя, земля-земля, веселая гостиница для проезжающих в далекие края. Мейрхольдовский Эраст Гарин навестил своего автора в Енисейске. Он отправился туда весной. Разлились реки и речушки, плыл, ехал и шел двенадцать дней. Багаж навестителя помещался в карманах и в газете, перевязанной бечелкой. Когда он вошел в комнату ссыльного Эрдмана, у того от неожиданности глаза раскрылись и округлились. По его же словам, стали как две буквы О. Эраст? Здравствуйте, Николай Робертович! Ссыльный драматург поставил на стол пол-литра селедку с луком и студень. Выпили, перекусили, поговорили малость. Гарин расположился против окна. Смотрите-ка, Николай Робертович, гидросамолет сел возле пристани. Может, он на запад летит? Вероятно. Может, меня прихватит? Пойдемте-ка спросим. Пилот согласился прихватить, и Гарин через час улетал на запад, так и не распаковав своего багажа. В газету перевязанного. Через три года в Москве, опять же, за рюмочкой и глазуньей, Эрдман спросил Гарина. Почему, собственно, Эраст, вы так быстро тогда от меня улетели? Да мне показалось, Николай Робертович, что я помешал вам. На столе отточенные карандаши лежали, бумага. Так хорошие артисты относились к своим авторам, если они тоже были хорошие. Бог театра шел путями мыслей и опыта и, наконец-то, пришел к системе, которая, как известно, стала называться системой Станиславского. «Ха, им без системы, как без штанов», — сказал Сатана. «Ну что ж, будет им и система. Бабахнем». Это было еще до поездки в Италию. И вдохновенно придумал слово «биомеханик». С той минуты, что не собрание театральщиков, что не заседание, что не диспут, что не статья в их журнале «биомеханика». О ней, стоявшей на трех китах, акробатика, гимнастика и клоунада. Мерхольд пишет, говорит и докладывает. У Бога, конечно, чистейший идеализм, а у него, у Сатаны, чистейший материализм. На улице стояла самая беспорядочная погода, ветер, мокрый снег перемешкал с ледяным дождем. «С Господом вовсе не спорница, богословская наша горница», — где-то написал Есенин, а потом вычеркнул. Не понравилось. На березовых поленцах мы присели возле жаркой буржуйки. Сумерки сгущались, но зажигать электричество не хотелось. Поглядывая на фыркающий и кашляющий огонь, поленцы-то были сырые, на огонь, всегда располагавший клирики и философии, мы с Есениным размечтались о золотом веке поэзии. «Теперь уж недалече», — тихо сказал Есенин. «Да вот стукнет нам лет по сорок». «У, куда хватил!» «Значит, по-твоему, он наступит, когда уже мы старушками будем?» «Нет, не согласен. Давай-ка, Толя, выпустим сборник под названием «Эпоха Есенина и Марингофа».» «Давай!» «Это ведь сущая правда». «Эпоха-то наша?» «Само собой», — ответил я без малейшего сомнения. «Есенин подбросил в огонь три коротких поленца, слегка повсохших на горячем животе буржуйки. При военном коммунизме дрова покупали на фунты, как селедку. «А следующий сборник, Сережа, назовем по-чеховский, с его эпиграфом на первой странице. Он лихо придумал, да только струсил. «Ну, покупайте книгу, а не то в морду». «Ох, здорово!» «Может, Сережа, сначала выпустим в морду, а потом эпоху?» «Я как раз заговор дураков кончу, а ты и своего Пугачева». «Правильно. За эпоху-то Рюрик и Шершеневич не обидятся. Скажут, а где мы, почему только ваша эпоха?» Есенин крякнул и почесал за ухом. Тут неожиданно явился Мейрхольд. Он был в кожухе, под поясанным красноармейским ремнем, в мокрых валенках, подбитых оранжевой резиной, в дворницких рукавицах и в буденоке с большой красной пятиконечной звездой, на ремне полевая сумка через плечо. Только пулеметных лент крест-накрест и не хватало. «Ты что, Всеволод, прямо с поля боя?» Серьезно спросил Есенин. «Да», — еще серьезнее ответил Мейрхольд. «Прямо из наркомпроса, с Луначарским воевав. Так-так». Мейрхольд снял полевую сумку, расстегнул ремень, сбросил рукавицу, скинул кожух и отряхнул с него воду, повесил сразу на три гвоздя, заменяющих нам вешалку. Потом вытащил из полевой сумки свои фотографии. Их называют теперь фотокарточки. «Прошу принять, как знак дружбы». И торжественно преподнес нам, мне с надписью «Единственному Дэнди в республике». У этого Дэнди было четыре носовых платка и две рубашки, правда, обе из французского шоу. Мейрхольд сказал «Сережа, Анатолий, завтра приходите ко мне в театр, ровно в восемь, в репетиционный зал». «А что такое?» — спросил Есенин. Глаза у Мейрхольда сверкнули сатанинскими молниями. «Бабахаю!» «Кого?» — спросил я. «Самых главных простофиль». «ЧКМ?» — спросил Есенин. «Вот увидите и услышите». «Мы пристали. Ну, расскажи, да расскажи!» «Клянетесь в вечном молчании? Клянемся? Чем или кем?» «Иммаженизмом», — сказали мы, без малейшего юмора. «Иммаженизмом, Всеволод». «Это было для нас самое святое». Клятва вполне устроила Мейрхольда. «Отлично!» Он стащил с ног мокрые валенки, чтобы подсушить их возле буржуйки, но в Буденовке с красной звездой почему-то остался. Очевидно, в ту эпоху комната не совсем была комнатой, а как бы залом железнодорожной станции. «Так вот, — сказал Мейрхольд, — третьего дня я призвал к себе трех самых верных своих негодяев и так же, как сейчас потребовал, — поклянитесь в вечном молчании. Клянемся! Чем?» «Театром Мейрхольда», — ответили ребят. Тогда я спокойно выдал им банку с тушью, три кисточки и несколько обойных рулонов. «За ночь, товарищ, — сказал я, — «Вы должны красивейшим образом размалевать эти рулоны кругами, треугольниками, квадратами, конусами, спиралями, параллелограммами, параллелепипедами и прочей математической ерундой, какая придет вам в головы. Понятно?» «Ответили, — понятно». Я спросил, «А что, товарищи, вам понятно?» «Ответили, — бабахать будете, Всеволод Эмельевич. Правильно, в понедельник у нас в театре читаю лекцию о биомеханике перед самой многоуважаемой аудиторией. Ровно в восемь в понедельник мы с Есениным явились в репетиционный зал. На стенах висели рулоны, красиво исчерченные кругами, спиралями, усеченными конусами и прочей геометрией. Для невежд в математике, вроде нас, вид был до крайности внушительный и до предела чарующий своей безапелляционной научностью. На венских облезлых стульях, сдвинутых в ряды, чинно сидели члены коллеги наркомпроса, заведующие отделами, тедовласые театральные критики, которых называют зубрами, юные развязные рецензентики и юркий хроникер. А старательные фотокорреспонденты общелкивали рулоны при вспышке магния. Мейерхольд начал свою лекцию с академическим опозданием в 15 минут. Он был в глухом черном пиджаке. Вместо жилетки толстый ворсистый свитер из верблюжьей шерсти. На голове красная турецкая феска с озорной кисточкой, а в руке бильярдный кей, заменяющий педагогическую указку. Я шепнул Есенину. Все тот же доктор Дапертута. Так называли Мейерхольдовский журнал декаденской эпохи. На превосходном портрете Бориса Григорьева «Сатана» был написан во фраке, в белом жилете, белом галстуке, белых перчатках и в блестящем цилиндре, съехавшем на затылок. «Конечно, тот же Дапертут», — ответил Есенин. «Только переменил цилиндр на красную феску. Это не трудно. А вот душу...» Слегка сутулись Мейерхольд расхаживал по репетиционному залу весовыми и вдумчивыми шагами, сосредоточенно тыкав кием плакаты, похожие на громадные страницы учебника по математике, и с профессорским глубокомыслием второй час сдержанно нес какую-то наукообразную галиматью. Ах, какой это был блестящий спектакль! Какой великий артист этот Мейерхольд! Если бы здесь присутствовал Константин Сергеевич Станиславский, он бы саму спокойно потирал руки. Его гениальный ученик Сатана проглотил всю систему, насытился ею и переварил. Теперь пусть озорно поплевывает на нее! Как это старо, как мир, только бездарные ученики бывают почтительны и благодарны своему учителю. Театральному богу это известно лучше, чем кому-либо другому. Есенин родился поэтом Мейерхольд-комедиантом. Кстати, в XVIII веке существовало и слово «трагедиант». К сожалению, Всеволод Амильевич был слишком интеллигентен для того, чтобы каждый вечер приклеивать к своей физиономии чужие волосы и размалевывать ее для позорищ. Так ведь назывался в старину театр. Да еще напяливать на себя грязные бутафорские тряпки. Но не играть, не представлять, не изображать что-то он просто не мог. Это была его органическая потребность. И вот Всеволод Амильевич, наморщив брови и заложив левую руку за спину, сосредоточенно тычет кием шутовской параллелепипед. Само собой, на мастера благоговейно взирают. Ему благоговейно внимают. Внимают взрослые, довольно образованные люди, смертельно желающие быть самыми передовыми в искусстве. Да пертут, доктор, да пертут, шепчет Есенин. Кафе поэта в Домино помещалось на Тверской 18, как раз против теперешнего телеграфа. Я заметил, что чувством иронии иногда обладает и загадочный рок. Тот самый загадочный рок, с которым каждый из нас вынужден считаться, хотя бы мы и не верили в него. А я говорю это к тому, что над футуристической вывеской Домино во весь второй этаж растянулась другая вывеска, чинная и суровая. На ней черными большими буквами на белом фоне было написано «Лечебница для душевнобольных». Вывеска радовала наших многочисленных врагов, а нас повергало в отчаяние, как самое настоящее бедствие. Но ничего поделать мы не могли, так как во втором этаже действительно пытались лечить сумасшедших. В тот предвесенний вечер 1919 года в маленьком зале, плавающем в папиросном тумане ржавосерого цвета, «Громовержец» выступал с докладом «Наши урбанисты» «Маяковский» и «Марингоф» «Шершеневич». Трибуны и узкий стол, за которым сидели мы трое, были обтянуты пурпуром. Лица и фигуры различались с трудом. О посетителях придется сказать так. Комиссарская даха из лошадиного меха, буденовская длинная шинель, студенческая шинелишка, овчинный полушубок, побуревший от фронтовых непогод, чутистская кожаная куртка, интеллигентская шуба с облезанным котиковым воротником шалью, пальтецо, подбитое ветром. Курили мужчины, курили женщины. Причем на каждое обыкновенное приходилось примерно две проститутки. Пар валил не только из открывающихся ртов, но и от стаканов с морковным чаем. Температура в зале была ниже нуля, но не настолько ниже, чтобы могла охладить литературные страсти. Жена-громоверстца, щупленькая, карликовая и такая же черноволосая, жгучая, черноволосая, как и ее супруг, сидела одна за столиком возле самой трибуны. Ее круглые глазки, не мигая, смотрели в упор на человека. Они были похожи на две дырки от больших гвоздей, белой, штукатуренной стене. А ее толстые сочные губы цвета сырого мяса, не отрываясь, сосали дешевые папироски, дым от которых она по-мужски выпускала из ноздрей. Громовержец гордо провел по волосам, серебрящимся от перхоти. Его короткие пальцы были похожи на желтые окурки толстых папирос. Разрешите, товарищи, мне вспомнить один совет Льва Николаевича Толстого. И громовержец надменно повернулся к нам. Уж если набирать в рот всякие звучные слова и потом выпускать их, то читайте хоть фета. Умный совет. Лев Николаевич кое-что понимал в литературе. Щупленькая супруга громовержеца захохотала восторженно, но одинок. Это было мужественно с ее стороны. Громовержец пребывал в приятной уверенности, что каждого из нас он по очереди насаживает на вилку, кладет в рот, разжевывает и проглатывает. Не имея в душе ни своего бога, ни своего черта, он вылез на трибуну только для того, чтобы получить удовольствие от собственного красноречия. Говорил газетный критик с подлинной страстью дурно воспитанного человека. Товарищи, их поэзия дегенеративна. Он сделал многочисленную паузу, которая в то время называлась паузой художественного театра. Это, товарищи, поэзия вырожденцев, футуризм, иммаженизм, поэзия вырожденцев, да-да, вырожденцев, но, к сожалению, талантливых. Щупленькая супруга в сиротливом одиночестве опять захохотала и бешено захлопала в ладошь. Ручки у нее были шершавые, красные, как у тех девочек, что до самой глубокой осени бегают под врубь из перчаток. «И вот, товарищи, эти три вырожденца...» Гармодержец ткнул коротким пальцем в нашу сторону. «Эти три вырожденца...» повторил он. «Три вырожденца, что сидят перед вами за красным столом, возомнили себя поэтами русской революции. Это вырожденцы!» Всякий оратор знает, как трудно бывает отделаться от какого-нибудь словца, вдруг прицепившегося во время выступления. Оратор давно понял, что повторять это проклятое словцо не надо, набило оскомину. И тем не менее, помимо своей воли, повторяет его и повторяет. Гармодержец подошел к самому краю эстрады и по-наполеоновски сложил на груди свои короткие толстые руки. «Итак, суммируем. Эти три вырожденца...» Маяковский ухмельнулся, вздохнул и, прикрыв рот ладонью, шепотом предложил мне и Шершеневичу. «Давайте встанем сзади этого мозгляка, только тихо, чтобы он не заметил». «Отлично», — ответил я, «то будет смешно». И мы трое, одинаково рослых, с порядочными плечами, с теми подбородками, какие принято считать волевыми, с волосами, коротко подстриженными и причёсанными по-человечески, заложив руки в карманы, стали позади жирного лохматого карлика. Стали этакими добрыми молодцами пиджачного века. Эти вырожденцы...» Туманный зал залился смехом. Громовержец, нервно обернувшись, поднял на нас, на трёх верзил испуганные глаза шарики. Маяковский писал про свой голос, «Я сошью себе чёрные штаны из бархата голоса моего». Вот этим голосом он презрительно ободрил несчастного докладчика, глядя на него сверху вниз. «Продолжайте, могучий товарищ, три вырожденца слушают вас». Громовержец от ужасов тянул голову в плечи, смех зала перешёл в громоподобный грохот. Оказалось, что вылетят зеркальные стёкла, расписанные нашими стихами. Бедняга Болтун стал весьма торопливо вскарабкиваться на стул, чтобы сравняться с нами ростом. «Товарищи, товарищи, я, как всегда, как всегда, остаюсь при своём мнении. Они, эти вырожденцы, больше он не мог произнести ни одного слова». Зал, плавающий в тумане, как балтийский корабль, оглушительно свистел, шикал, топал ногами, звенел холодным оружием, шпорами и алюминиевыми ложками. «Вон, вон, брысь! В обоз! Помой на ведро!» В те годы подобные эмоции не считались предосудительными. В левых театрах висели плакаты следующего содержания «Аплодировать, свистеть, шикать, топать ногами и уходить из зала во время действия разрешается». Жирный оратор, тяжело отдуваясь пол, сначала со стула, а потом с эстрады. Его щупленькая мадам схлипывая вытирала слезы красными шершавными кулачками. Губы цвета сырого мяса страдальчески дергались. «Целечка, голубонька, не надо!» не надо умолял ее громовержец, сразу очеловечившийся. «Когда мы опять сели за парпуровый стол, я шепнул Маяковскому. Одной фразой этот болтун мог бы нас уничтожить. Какой? На его месте я бы сказал так. Аристотель утверждает, что в Афиопии даже на высшей государственной должности выбирали граждан по росту и красоте. Маяковский мрачноватый рассмеялся. Он не умел смеяться лихо и весело. Но ведь для этого надо почитать Аристотеля или хотя бы русские мемуары. И я рассказал, как лет 200 тому назад ответил Дмитриевский одному дараку. Спор шел об Атрее, поставленном Алексеем Яковлевым, свой бенефис. Дурак воскликнул. Значит, наша Леша выше великого ликена? Первейший артист ответил. Ростом, душа моя, ростом выше, вершка натрия выше. Вы правы, сказал Маяковский. Мы сразили гнусняка непервоклассным оружием. Впрочем, наплевать, лишь бы в дерьме валялся. Улей столе на кафедру, сказал Шершеневич. Тебе выступать? Я поднялся на пурпуровую трибуну и в академическом тоне стал сравнивать человека с рангутаном. Это человекоподобное животное, уверял я, сославшись на достопочтенного ученого. Испытывает ревность и бывает подозрительно. Знает великодушие и мстительность. Знакомо с благодарностью умеет обманывать. Животное не только понимает смешное, но и само обладает чувством юмора. Оно не лишено воображения и любопытства. Так же, как человек сходит с ума. Что же в таком случае, спросил я, отличит нас с вами от рангутана? Я отвечал, кивнув на Элбе. Друзья мои, из всех различий между человеком и человекообразными животными наиболее существенное это нравственное чувство. То есть как раз то, что полностью отсутствует у критиков из породы сегодняшнего оратора. Они говорят сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Но главным образом то, что приносит им пользу, помогая сделать карьеру при тех или иных обстоятельствах. Правильно, Толя! Крикнул Есенин из зала. «А вообще...» Мне вдруг надоело играть в академию. Я сказал прямо в лицо критику. «А вообще, мы только зря тратим на вас время. Ведь вы пар над супом. Все вы пар над супом. На кой черт он в нужен? Какая от него польза, от этого пара над супом?» Меня шумно поддержали дорогие моему сердцу буденовские овчины, побуревшие от фронтовых непогод. А вот и другой диспут в том же кафе Домино. О трибуне Маяковский. За парпоровым столом три маститых критика Айхенвальд, Петр Семенович Коган и профессор Сокулин. Айхенвальд в очках с очень толстыми стеклами. Но и они, вероятно, недостаточно толстые, поэтому критик все время шчурец. Неужели и у него есть желание что-то увидеть в этом мире? Айхенвальд эстет. Он говорит и пишет красиво. Даже чересчур красиво. Он интеллигент. Даже чересчур интеллигент. И сутуловатые плечи у него интеллигентные, и узкая грудь, и худая длинная шея, и тонкие пальцы с белыми ногтями, и невыутяженные брюки, и высокий крахмальный воротничок, и медная запонка, сверкающая из-под черного галстука, неумело завязанного. В тот вечер мне припомнился случай с Победоносцевым. В Киевской лавре старый монах показывал ему мощь. Благодарю вас, сказал учтивый Победоносцев, я желаю и вам после смерти сделаться такой же хорошей мощей. Айхенвальд стал хорошей мощью уже при жизни. Профессор Сокулина словно сошел с иконы Суздальского письма. У него длинные прямые волосы, длинная борода и всепрощающие глаза. В своей книге он пишет для великого русского народа, который его не читает. Его лекции, посвящаемые преимущественно барышнями из хороших семейств, это не лекции, а служение во храме литературы. Петр Семенович Коган по виду более современен, чем его коллеги. Он похож на провизора из провинциальной аптеки. Горбинка на носу, шея, как у пивной бутылки, и волосы в сплошной мелкий завиток. Он говорит, удивительно гладко, не понижая и не повышая голоса. Говорит, с безукоризненными запятыми. Знак восклицательный, знак вопроса и многоточие отсутствует в его речи. На моей памяти этот оратор ни разу не запнулся, ни разу не кашлянул и не сделал ни одного глотка воды из стакана. Его общедоступные лекции я слушал еще в Пензе, был учи гимназистом, и уже тогда был убежден, что они могли бы превосходно излечивать от бессонницы самых тяжелых психостейников. Маяковский взошел на трибуну после Петра Семеновича. Первым выступал профессор Сокулин, вторым Айхенвальд. Товарищи, начал Маяковский, этот Коган сказал и, не оборачиваясь, поэт ткнул внушительным пальцем в сторону Айхенвальда. Хорошо воспитанный, интеллигентный человек еще больше сощурился и поправил галстук. Минуты через три Маяковский вторично ткнул пальцем в сторону Айхенвальда, повторил. Так вот, этот Коган сказал тот, который не был Коганом и меньше всего мечтал им быть, как-то мучительно повел длинный, худой шеей Словно ему был тесен крахмальный воротничок и, дрогнувшими пальцами поправил на носу очки. Мы все как один блаженно заулыбались, критики не были для нас самыми дорогими существами на свете. Интересно сказал Есенин Тссс! Маяковский снова ткнул пальцем в знакомом направлении. Этот Коган белоснежным платком эстер вытер на лбу капли пота, вероятно холодного, и шуршащий шелестящим голосом деликатно поправил своего мучителя. — Уважаемый Владимир Владимирович, я не Коган, а Ихенвальд. Но Маяковский, как говорится, и носом не повел. Мало того, примерно через минуту он в четвертый раз ткнул пальцем несчастного эстета, который бледнел и худел на наших глазах. — Этот Коган? — Айхенвальд нервно встал, вытянул шею, вонзил, как вилки, и свои белые бескровные пальцы в пурпуровый стол и сказал так громко, как, думается, еще никогда в жизни не говорил. — С вашего дозволения, Владимир Владимирович, я Айхенвальд, а не Коган. В кафе стало тихо. А Владимир Владимирович слегка скосил на него холодный тяжелый взгляд, раздавливающий человека, ответил с презрением. — Вы все Коганы. Иногда бывает, идешь мимо буфета третьего класса, видишь холодную, давно жареную рыбу, и равнодушно думаешь, кому нужна эта неаппетитная рыба. — Между тем, несомненно, рыба эта нужна, и ее едят, и есть люди, которые находят ее вкусной. — Господи, да ведь это же Антон Павлович о них сказал, о критиках. В том же кафе поэтов было явление народу иммажиниста Рюрика Ивнева. Теперь бы это назвали несколько иначе. Творческий вечер Рюрика Александровича Ивнева. Тоненьким девичьим голоском, трагически поднимая тяжелые глаза к потолку, он читал хорошие стихи. — Под скрип голенищ и сутолку и ругань пунцовых рутов, мне стало вдруг так хорошо и жутко, как мертвому среди льдов. Перед самой эстрадой, за стеклянным столиком, жуя сахариновые эклеры, сидела парочка недорезанных буржуев. Так говорили тогда. Он был в черной шубе на еноте и с каракулевым воротником шалью. Лицо бритое, желтое, тучное, лоснящееся. Все в дырах и дырках, как швейцарский сыр. Она в котиках, по выражению московской шпаны. Рыжая, очень рыжая, даже глаза какие-то рыжие. Думается, что Ренуар охотно написал ее портрет ню. Этот замечательный художник говорил, что голая женщина должна быть написана так, чтобы хотелось ее похлопать позаду. Вероятно, и ее портрет, будя написан Ренуаровской кистью, очень бы хотелось похлопать ладошкой по тому месту. «Заря еще не слепила очи, но я ослеп от глаз и губ, и вот, прилепившись к толпе всклокоченной, иду, как дерево шло бы на сруб». Читал Рюри Кивнев певучим, тоненьким, тихим голоском. Одновременно с ним человек с лицом, как швейцарский сыр, говорил какие-то пустые фразы своей рыжей даме. Он говорил гораздо громче, чем читал стихи наш женственный друг. Есенин крикнул, «Эй, вы, решето в шубе, потише!» Рюри же зарделась. «И я плетусь, как лошадь под ударом, и вижу тень позорного столба, и очертанье каторжного лба в трактире с закипящим самоваром». В отчаянии продолжал попискивать поэц эстрады, нередко соперничающий с Голгофой. А решеток в шубе, даже не скосив глаз в сторону Есенина, продолжала хрипло басить свою муру. «Вот сволочь!» — прошептал со злобой Есенин. «Скажи Сереже швейцару, чтобы он его выставил, посоветовал я. В три шеи выставил. А я и без швейцара обойдусь», — ответил Есенин. И, подойдя к столику недорезанных, он со словами милости прошел со мной, взял полчеловека за толстый в дырочке нос и, цепко держа его в двух пальцах, неторопливо поел к выходу через весь зал, при этом говорил по-ризански. «Пордон, пордон, пордон, товарищи!» Посетители замерли от восторга. Швейцар шикарно распахнул дверь. Рыжая в котиках истерически визжала. После этого веселого случая дела в кафе пошли еще лучше. От недорезанных буржуев просто отбоя не было. Каждый, вероятно, про себя мечтал. А вдруг и он прославится, и его Есенин за нос выведет. И маженисты находились в непрерывной полемике с Маяковским. Острие словесной рапьеры тогда не было притуплено гуманным деревянным шариком, как это принято у спортсменов сегодняшних дискуссий. Поэтому чуть ли ниже вечерней горячая, но невидимая кровь лилась ручьями. Все, что касается души, к сожалению, невидимо. А может быть, это к счастью. Вадим Шершеневич владел словесной рапьерой, как никто в Москве. Он запросто сегодня в колонном зале, завтра в политехническом послезавтра в столе Пегаса, нагромождал вокруг себя полутрупы врагов нашей святой и неистовой веры в божественную метафору, которую мы называли образом. Но у нашего гения словесной рапьеры была своя Ахиллесова пята. Я бы даже сказал, пяточка. Тем не менее, она доставляла всем нам крупные неприятности. «Я сошью себе черные штаны из бархатного голоса моего», написал Маяковский. Понятия не имея об этой великолепной образной строчке, Вадим Шершеневич, обладающий еще более бархатным голосом, несколько позже напечатал. «Я сошью себе полосатые штаны из бархата голоса моего». Такие катастрофические совпадения в литературе не редкость. Но попробуй уговори кого-нибудь, что это всего-навсего проклятая игра случая. Стоило только Маяковскому увидеть на трибуне нашего златоуста, как он вставал посреди зала во весь свой немалый рост, язычно объявлял. «А Шершеневич у меня штаны украл». Бесстрашный литературный боец, первый из первых в столице мира, мгновенно скисал, умоляющий, глядя то на Есенина, то на меня, растерянным шепотом просил под хохот бессердечного зала. «Толя, Сережа, спасайте!» Мы идем мимо Страстного монастыря, стены которого недавно расписали своими стихами. «Пою и взываю, Господи, отелись!» Есенин. «Граждане, душ меняйте белье исподнее! Магдалина, я тоже сегодня приду к тебе в чистых подштанниках марингов!» Хорошо светит большая луна. Прелестно пахнут цветущие липы. Шершеневич в шикарном светло-сером пиджаке в крупную клетку. Но предательский верхний карман с правой стороны, так как пиджак перевернут, почти у всех фронтов той эпохи верхние карманы были с правой стороны. «Внимание, друзья!» Уитмену, их жестикулируя по Таировой шкале, Шершеневич читает американского поэта почти так же громко, как в большем зале консерватории. Редкие прохожие смотрят на него испуганно, как на сумасшедшего. «Вадим, — говорю я, — положи в карман книгу и взгляни на небо. Зачем? Для вдохновения, — он отвечает. Меня лучше вдохновляет Уитмен и добавляет, что вы там с Сережей ныть толкуете, а талантливо написанное чужое стихотворение вдохновляет куда больше, чем полнолуние, чем пахучие цветочки на липах или нежная страсть. Говорят, и такие бывают страсти. Тогда я по лошадь аспрашиваю, а может, Димочка, ты в самом деле у Маяковского штаны украл? Ей-богу, нет! Моя маленькая теща, напуганная нелегкой жизнью, любила говорить о себе. Одна как палец. Этот неточный образ вызывал у меня улыбку. Но ведь пальцев-то мамаша на правой руке пять и на левой пять, не говоря уже о ногах. «Почему же одна как палец?» Она смотрела на меня с скорбными глазами, кивала головой, видимо, соглашаясь, а завтра опять говорила «Одна как палец». В конце концов, этот неточный образ стал для меня прелестным лирическим символом одиночества. Надо сказать, что у маленькой старушки, кроме любящей и заботливой дочери, был еще и сын, который обцеловывал ее при торопливых встречах. Дочь актриса, сын художник, а она мать, и все. Маленькая, старенькая, домашняя мама двух взрослых людей. У них своя жизнь. Она внутренне далека от нее, чужда ей и почти непонятно. Поэтому, как бы ее не обцеловывал всегда убегающий Семочка, как бы нежна и заботлива не была с ней Нюрочка, всегда торопящаяся на репетицию или на спектакль, сколько бы они, эти хорошие дети, не лепетали в торопях, любименькая мамочка, сладенькая мамочка. Она неизменно чувствовала себя оставленной, покинутой, забытой. Впоследствии, даже убаюкивая годовалого внука, в котором, конечно, души не чаяла, она грустно покачивала головой. Одна, как палец. К чему я это рассказал? Да вот вижу сходство между моей маленькой тещей и Маяковским. Я не бывал у него в доме, и он не бывал у нас. Как говорится, шапочное знакомство, или, вернее, шляпочное. Но эти две свои фетровые шляпы нам приходилось снимать при встречах довольно часто. На Тверской, на Петровке, на Кузнецком мосту, на Бульварном кольце А, на вокзалах, на дачных дорожках. А здоровались за руку в театрах, клубах, кафе, в литературно-художественном кружке, на вернисажах, в центре печати, в нарком просе, в издательствах. И всякий раз при этих случайных встречах я думал о нем. Один как палец. Потому что никогда я не видел Маяковского вдвоем или в тесной дружеской компании. Никогда не видел его с веселым, молодым и счастливым глазом. А если доводилось нам перекинуться несколькими фразами, он либо острил, либо пытался острить, словно не имел права бросить слово другое просто так. От этого становилось тяжело, скучно и как-то не по себе. Я как-то сказал Есенину, Маяковский словно старый царский генерал, который боится снять штаны с красными лампасами. А вдруг без этих штанов и генералом не окажется? Вот мы с Некритиной сидим ночью в литературно-художественном кружке, который тогда помещался в особняке какого-то бывшего посольства, почти на супротив нашей богословской квартиры. Подходит Маяковский. Можно присесть. Пожалуйста, Владимир Владимирович, радушно приглашает Некритина. Я предвигаю третий стул. Прошу. Благодарю. Он садится, закуривает и смотрит из-под лобья на Некритинские серьги, стекающие с мочек двумя тонкими струйками зеленоватой болотной воды. «Какие красивые у вас Сергей!» коломбурит Маяковский. Некритина принужденно улыбается. Маяковский берет карточку с дежурными блюдами и мрачно читает ее, словно это извещение о смерти близкого человека. Мне подает на закуску великолепный телячий студень с хреном в сметане. Маяковский переводит на студень тяжелый взгляд и спрашивает. «Вы, значит, собираетесь умывальником закусывать?» Я отвечаю коротко «Да». Студень действительно похож на мраморный умывальник, из которого я мылся в детстве. Образ точный, но закусывать умывальником невкусно. Мрачновато. Мрачновато.